У нас сегодня такой неформальный круглый стол, его задача поговорить о тех проблемах, которые на самом деле очень часто поднимаются сейчас в разных сообществах, которые связаны с людьми с особенностями развития и, в общем-то, более-менее наличие какие-то стратегические ходы и даже иногда практические из тех проблем, которые у нас существуют. Презентация. Но, к сожалению, ситуация такова, что в настоящее время, собственно, не существует достаточно устойчивая и стабильная система сопровождения взрослых лиц с ментальной инвалидностью, психическими нарушениями, впрочем, как, наверное, и у многих других. Но просто с этими людьми как бы труднее всего понять, что же может быть в будущем как творчество, как промоцентер. Что же с ними делать вообще и как бы… Открыть презентацию. Вот, да, я открою только презентацию. И в этом смысле, с одной стороны, обычно говорят, ну, вот государство у нас там ничего не готово, оно там… закон не… как-то и не сдало, но они как-то не работают, вот финансирование не пришло, и, значит, соответственно, как бы… ну, будем ждать, когда наконец-то оно придется. А судьбы тех людей и взрослых людей, с которыми мы занимаемся на протяжении многих лет и продолжают заниматься каждый день, они, ну, как бы развиваются в разном способе, но, в общем, очень часто весьма… ну, трагично, что ли, да, и… И в этом смысле, ну, они могут ждать, пока там что-то, даст какие-то деньги на устройство, на создание системы, там, сопровождаемых трудоустройств, сопровождаемых проживания. И все проблемы уже сейчас. И нам казалось, что, в принципе, даже даже сейчас, вот в той сложившей ситуации, когда еще чего-то там у нас наверху не созрело и не готово к тому, чтобы создать эту устойчивую систему, можно уже что-то делать теми силами, которые существуют, но которые пока еще сами себя не осознают как силы и которые до конца не понимают, что же делать и как вообще планировать жизнь взрослого человека с особенностями. В качестве… я не буду долго говорить, я просто сейчас, как-то в качестве затравки, там какие-то волны, а дальше, надеюсь, что мы с вами перейдем уже к какому-то совместному обсуждению. Значит, а что мне надо нажать? Тебе нужно вправо-влево нажимать стрелочки. А что такое там? Нельзя это увеличить как-нибудь? Вот в последнее время в американской военной науке возникло направление под названием «бакомология». И это направление, которое призвано как методологическая, новая научная «бакомология». Бакомология. По-русски «бакомология» правильно так можно ее завести и вы знаете. Почему она созрела именно в американской военной системе, я думаю, что вы понимаете, глядя на то, что сейчас происходит в мире, в политическом, вообще между различными странами, в том числе с участием Соединенных Штатов Америки. Потому что люди, так сказать, умные разработчики этих военных всех стратегий, поняли, что мир сейчас радикальным образом изменивает изменения по сравнению с тем, что было дорого. И вот то, что было до нашего времени, до последних, наверное, десяти-пятнадцати лет, они назвали как спот мир. То есть стейди, устойчивый, предсказуемый, простой, определенный. Да, это тот мир, в котором мы с вами жили, ну вот еще, то есть, ну, может быть, кто-то из вас, конечно, еще не жил даже, но мы, но кто-то жил за лет двадцать, двадцать пять назад. То есть он был более прогнозируемым, более устойчивым, более понятным с точки зрения взаимоотношений человека и общества, взаимоотношений различных культур, взаимоотношений различных государств. Вот, что это? И в этом смысле, как бы, мир вдруг начал меняться, и начал меняться совершенно в другую сторону. И можно это как-нибудь теперь обустить? Да, и он стал миром в руках. То есть неостабильным, неопределенным, очень сложным и неоднозначным. То есть непонятно. Да, и мы сейчас видим, что даже переписываются, так сказать, законы международные, которые были когда-то, да, там, как силу ООН, да, какие-то определенные договора между государствами, которые когда-то работали, они сейчас перестают работать, и в новом мире все начинает радикальным образом меняться. И для чего я вам говорю? Для того, чтобы посмотреть вот на эту ситуацию теперь с точки зрения человека с особенностями развития, особенно с ментальной инвалидностью и психическими нарушениями. То есть, как правило, мы видим, что человек с ментальной инвалидностью, он даже в скот мир не попадал. Да, то есть он не попадал даже в тот мир, который был прогнозируем для нас. Да, в котором было вроде как понятно, какие правила взаимоотношений существуют между людьми, какие механизмы социальные, какие механизмы экономические и так далее, и так далее. Он даже туда не попадал. Мы сейчас с вами с трудом начинаем ориентироваться в этом духом мире, да, в новом мире, в котором нестабильный, который требует от нас ежедневного, да, как бы, ощущения себя в новой ситуации, да. То есть мы просыпаемся, открываем интернет, а там чего-то такое вообще новое произошло, и мы не знаем, как с этим быть. Так вот, как вот этому человеку ментальная важность, который туда не попал, как ему здесь трудно, да, то есть как здесь ему трудно приспособиться к этому постоянно меняющейся картине. Если вы, как бы, знаете, да, ситуацию человека с расстройствами аутистического спектра, да, который, наоборот, да, для которого очень важно повторяемая система, да, ситуация этнически повторяемая, да, какие-то вещи, с которыми он цепляется, как за границы понимания того, что происходит в мире, да, и вот это все начинает вообще очень сильно меняться и рушиться. Значит, в связи с этим возникает, возникает, собственно, у меня вопрос, то есть, как я уже сказал, да, что я не буду долго говорить, что мы вообще видим как некую перспективу вот в этой ситуации, как некую перспективу... Мишка, садись, пожалуйста, да. — Сколько ваш? — Нет, сполни, можно льгость взять. — Здравствуйте, льгость. — Льгость. — Сюда? — В основном, лишний нет. — Не хватает льгость. — А, известно. — Льгость? — Значит, что мы вообще хотим от человека с особенностями в разуме? — Или для человека с особенностями в разуме? — Давайте мы попробуем сейчас вместе написать, что мы хотим, чтобы в будущем было у человека, скажем, с ментальной инвалидностью и психическим нарушением. Как бы мы видели его будущее? Что это? Какие параметры? Какие критерии? — А печаль, да? — А, да, я справлю. — Ну, я бы хотела, чтобы мог жить самостоятельно для меня, чтобы я бы, наверное, не нужна. — Да, да. — Ну, чтобы он мог сам заплатить за квартиру, купить продукты, там, что-то, купить мастера, если что-то сломалось. Обычно такие простые проблемы. — Значит, самостоятельность в чем? — В возможном диапазоне принятия решений. — Самостоятельность в чем? — Максимально в том. — В чем? — В организации жизни. — В организации жизни. — В организации жизни. — А что входит в эту организацию жизни? — Все, что Лариса сказала. — Ну, не только. — Бытовые навыки. — Бытовые навыки. — Бытовые навыки. — Еще. — Социальные. — Опять же, как говорили, чтобы на автобус приехать, выйти, купить в этом магазине что-то, опять вернуться. Все это связано с социальным, подавлением между собой. Даже если купить какой-то предмет, мы должны разговаривать, объяснить сдачу, забрать из магазина. — Вы пришли к каким-то частности, на мой взгляд, а может какие-то глобальные вещи? — Я согласен, что это и есть, но как можем обобщить? — Ну, вообще нет. — Вы всегда говорите про социальные бытовые какие-то. — Да. — Бытовые, но и да, и бытовые тоже нам потребуется немножечко раз… — Ну, это же поход, дай мать, что это будут социально-бытовые, в любом случае. — Любая коммуникация социума будет уже социально-бытовым. — Если что дается. — Так. — Социальные бытовые, в организации жизни, да, социально-бытовые нам. Еще. — Это бы достаточно? — Самая занятость. — Занятость. — Но вообще мы его признаем, как человека с правами, и как личность? — Нет, 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 сейчас вот, я вот спрашиваю, что мы хотим для этого человека? — А я хочу именно, чтобы его признавали как личность, и его права вообще, что он есть. — Нет, 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 сейчас. — Это как в абриоре, у нас это законодательство. — А мы изходили в том, что это уже все есть. — Что нам? — Резолюция ООН принята и работает. — Так она у нас, да, конечно. — И она работает. Мы исходим из этого. — Нет, подождите, Малышко. Резолюции, они вообще не работают. — Мы там… — Никогда. — Вопросы в сознании людей, да? — Ну, то есть… — То есть, вы хотите сказать, что вот вам человек может находить в автобусе или в метро, а человек с особенностями не имеет права, или что? — Ровно так же может быть. — Вот, да. — Поэтому, что, признавать его, как бы, кто признает мою праву быть человеком? — Да нет. — Или… — Почему? — Вы юридически состоятельный, как бы, права… — Сейчас, минуту, вот, минуту, это происходит другая история. — Мы… — Юридическое, что? — Прив לא�еву, он кем порезет��는ить — У Ep supervENEfolg. — Права, что? — Защитника. — Защита прав... Да? Защита прав… — Здоровая Hugh… — Кем осуществляется? — Голочева. — Государством. — Как это, государством? — После здравения? — Это даже… — Государством, она, как бы, гарантируется, да? — А, как оно защитуacy… А кто, собственно, права-то защищает человека? А если он дееспособный? Юрист? Юрист? Да. Ну, это дороговато будет. А мы о чем? Мы о дееспособных людях или ограниченной дееспособности? Мы о чем говорим? О том, что мы сейчас говорим, что мы хотели, как фантазия, вот мы хотим увидеть, что человек, неважно сказать, ну, давайте сейчас не будем брать сложные случаи, где требуется уход серьезный, не амбулаторный, а стационарный уход. То есть мы как бы некий средний, легкий степень... Ну, условно говоря, типа наших ребят. Типа наших, да. Условно говоря. Пока мы не будем углубляться туда, потому что, в принципе, там можно будет перекинуть мостик туда тоже, да. Но нам сначала хотя бы надо как-то немножечко ограничить. Итак, защита прав кем осуществляется? Родителями. Ну, родителями, если при отсутствии родителей, то каким-то опекуном, да? Или какие-то. Или какими-то. Мы же представляем, что их много, а раз это идеальное уже у нас какое-то будущее, то не один, а... У семьяния теоретические планы. Нет, что распределительная опека существует, мы же представляем в таком случае идеальный вариант. Один опекун, это как бы не опекун, то существует, то, что мы сейчас имеем, директор ПНИ, один опекун. И он и заказчик, и исполнитель очень часто. Конфликт интересов. Один опекун не подходит. Хорошо. Опекуна я написал, да? Хорошо. Все? А он сам? Он где у нас сам, он где? Его нет? Опять его нет? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Отлично. Его вообще нигде здесь нет. А что мы про него пишем? А сама адвокация в таком случае? А сама адвокация, защита прав, мы его не будем учить? Защита прав, вот здесь, его нет? Нет. В следующем пункте. В следующем пункте? Нет. У нас самостоятельность. Здесь сама адвокация. Нет. Нет, защита прав. А он сам себя вообще не исходит из того, что он... Самостоятельность. А в защиту прав. Только внешняя защита? Нет. Просто это имеет отношение... Вот вы сказали, его нет. Она тогда оба пункта. А почему? А здесь это уже внешняя. А тогда в скобочках внешняя защита прав. Это вопрос отдельный, другой пункт. Я говорю, вот здесь он, а здесь уже как бы кто-то еще. Да, поэтому я пишу, его здесь. Он, вот он, самостоятельность самого человека с особенностями развития. Свобода выбора, наверное, еще его. Да, свобода выбора. Я бы тоже даже написал еще, да. Выбора. В чем хочет. И самая адвокат... Да. Еще что? А право на любовь? Где у нас в самостоятельности? В свободе выбора? Согласны, что в свободе выбора может быть право на любовь? Ой, Леня, если можно, мне не снимать. У меня не снимать. Все, я остался близко. За тобой не видно, Леня. Что еще? Чего не хватает? А где у нас медицинский? Или в эту сферу не трогано все? Он у нас здоров и успешен. То есть медицинское обслуживание? Да. Да. Выбор лекарств? Нет, ну а как? Это явно не он должен. Это не только помощь опекуна. Потому что здесь, ну, в ситуации заболевания, как бы, здесь человек сам не может. Ну, она должна в системе существовать. Потому что должен быть образование. Образование. Трудоустро. Да, образование. Занятость у нас была, да? Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... Образование. Образование. Он не пробует, эти вкладки раздавать. Должен плюс. То есть, что, как приятно. Сейчас. А занятием занятость мы имеем в виду внутри, допустим, на уровне бытовой думы или занятость внешняя... Внешняя, конечно, да. Да, походи, что-то делать. Внешняя. Еще? Введение отпуска досуга. Досуг. Досуг. Театры, музеи. Да, досуг. Бассейны. Да, досуг. Начинающий. Сказки. Вот все на какие-то льготы, оформление пенсий, справок. Ты защита прав людей, это подразумевается? Нет? Хотя это другое... Ну, потому что льготы, это же права. Получение каких-то там путевок, вот это все, опрощение подействий, инстанции. Где нужна помощь, скажем так, коммунальные те же платежи. Ну да, походу ФЦ. Походу ФЦ, вот, сам должен сделать. Ну, взаимодействие, скажем так, с госструктурой. Куда мы? Взаимодействие с, как это лучше обознаете, государственными учреждениями? Государственными структурами, любыми. Учреждениями, да, потому что и МФЦ, и СОБИС, и очередь из путевки, все, что львоты, выписка львотных левшей туда же, у нас, наверное, в медицине, там, все равно это взаимодействие какое-то сексуальное, все справки туда же. Мы сейчас пытаемся, что, перечень услуг, которые находим, что бы, или что, что мы сейчас хотим? Будущее человека, какому? Нет, вот мы сейчас, как бы, рисуем некую желаемую картину будущего человека с особенностями разной. Сейчас следующим шагом будем думать, кто за это отвечает. кто это может обеспечить? То есть здесь мы закончили? Это коронавирусное решение. Но вот эти все, например, путевки, которые, там, о чем говорят всякие субсидии и так далее, это не соцслужба? Почему мы взваливаем на него эту обязанность? Если, ну, идеально, то должна социальная служба этим заниматься. Нет, мы сейчас не взваливаем, мы просто... Но я имею в виду, что... Как раз вот здесь не сюда, я написал, а здесь... Чтобы он контролировал в плане... Нет, чтобы это вообще у него не выпало из его жизни. Но чаще всего заявительного характера вот эта вся... Ну, то есть здесь явно какая-то нужна поддержка. Да? Все здесь вообще вот, все, мы все написали, что хотели? А взаимодействие с форс-мажора? Ну, за длинностью и в трудноустройстве, да, внести. Ситуация форс-мажора, когда... Которая невозможно отнести в самостоятельность или там спланировать взаимодействие с форс-мажором? Ну, условно говоря, прорыв в водостоп. Да. Вот как наши ребята в такой форс-мажорной? Вот перераспределение, принятие решения в условиях экстрима, как он называет. Вот я не понимаю, куда. Это самостоятельность. Это самостоятельность, скорее всего. Самостоятельность. То есть он должен сам принять решение. Принятие решения и куда-то в диспетчерскую отзвониться. Ну, это есть бытовые навыки. 10.1.1. Хотел бы соседей не вызвать. То есть это социальные бытовые навыки? Вызов скорой помощи тогда туда же. А можно, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вот это вот все, о чем мы сказали, это сделает человека счастливым? Вот я тоже. Вот я хочу, чтобы этот человек был счастлив. Где человек? Это было счастливым. Куда мы пишем? Чем обязательны? Чем обязательны? Прощайся, это куда? Там нет, куда-нибудь. Кудротворение. Вообще, где человек? А разве это не счастье? Нет? Не знаю. Нет, нет, нет. А если у него все, даст, что есть, он разбирается за мной. Ну-ка, смотри, где-то там будет счастье. У меня есть что? У меня есть что? Семья? Ну, должна быть, да. Семья? Любовь. Семья – это да. Право на любовь нам отнесли возможность выбора. Возможность выбора. Да. Рожать детей или нет, это, типа, возможность вызвать? Ну, включается, он не чувствовал, он научился с семьёй. Семьёй, мужик. Но всё больше будет по университетам. Вполне, вполне. А какое-нибудь там принятие общества, мне, это не сюда нас? Или это не вписывается в будущее? Мне кажется, это... Знаете, мне кажется, что есть какие-то минимальные необходимые вещи, а есть как бы вот идеал. Понимаете? Если безопасно выжить, хотя бы, это такой минимум, которому, по-моему, каждый живой существует. Лишь, какой максимум. А уж. Понимаете, вот на самом деле, да, где же тут правда-то? Вот быть счастливым или выжить? Что важнее? Очевидно, что надо сначала выжить, а потом уже желательно быть счастливым. А если ты не выживешь... Все так считают? А если ты не выживешь, то как ты можешь стать? Да, у меня, ну, ты можешь быть счастливым. А, город по-дри раз и умер, что ли, или что? Убер, что ли, или что? Убер, что ты не выживешь. Итак, счастье, это что? Это конструкт формируемый культурой, имеющей определенное влияние. У каждого он формируется согласно национальным, культурным, гендерным и другим особенностям. Нет такого никакого универсального участия. Это не только заблуждение. В свое время галличане специально конструировали это понятие для американцев, например, для того, чтобы понятие happiness было специально для них создан. Вот. И поэтому в разных вы увидите совершенно по-разному, что такое счастье. Даже здесь, я думаю. И здесь, да, и так далее. Кто-то может быть, знаете, как сказать, счастливым богатым, и богатые будут так же плакать. Да, но понятно, что на самом деле, когда Тамара говорит про счастье, подразумевается, что все-таки жизнь человека не состоит вот из вот этих формальных внешних признаков, да, как бы некого приспособления к социальным и, там, государственным каким-то институциям, да, и нормам. То есть, есть еще какое-то содержание. Но это может быть субъективное ощущение благополучия или какой-то... Содержание жизни какой-то должно быть. Но это не, счастье, это не содержание, счастье, это отношение и состояние к этому отношению. Это маркер от состояния. Когда человек сейчас проет, мгновения некоторые, которые ловятся, и все, ничего. У меня ощущение, что вот мой ребенок очень часто счастлив. Ну, вот, например, да. Вот, ну, у него другое ощущение себя и своей жизни, это прекрасно. У него там состояние, и для него вот эти вот быта, вот это вот все, прощение. И вы знаете, потому что вот это, это моя зона ответственности, и ему вот здесь прекрасно счастлив. И почему мы считаем, что если, например, он обязательно, я вот научу через муки пользоваться транспортом, он будет счастлив. Может быть, для него счастье не пользоваться транспортом. Так же, как для нас, например, счастье не ездит на море, а все стремятся к тому левым. То есть есть какие-то стереотипы счастья, а есть просто вот счастье, когда ты человек, и ты... Есть стереотипы. Сталкиваться от интересов ребенка, создавать вокруг этих интересов доброжелательный коллектив, на который он в будущем может опираться, не только на родителей. То есть это и социальное, как бы и коммуникативные возможности были у него, но учитывая именно его потребности и интересы, как личности. Интересные потребности нужно учитывать, да? Можно еще сказать. Коллектив, среда. Помочь мне, да. Так. Да, Таня. Знаете, я думаю, что у нас еще такая вещь, да? Мы все разные, другие, мы все другие. И, может быть, мы сейчас как-то говорим, ну, о человеке, для которого мы устраиваем будущее, да, с нашей позиции. Но мне бы хотелось все-таки знать, а это для него как вообще? Он этого хочет. Поэтому для меня важно все притомиться, что он действительно хочет. Потому что, что я хочу, я это уже учила этому. Но он от этого счастливее не стал. А мне вот как-то понять, а что он все-таки, как для него вот эта жизнь, которую мы устраиваем, она сильно такова внутри, он сильно этого хочет. А как это понять? Не знаю. Мне вопрос. Не знаю, он так хочет. Ну, а если я тоже хочу целый день, говоря, с надеварными чем-то, потому что вы можете этого позволить? И он в этой жизни тоже сможет себе это позволить бездельничею, например. Что же он хочет? Ну, я сейчас как раз не от этого говорила. Я целый поколенный бездельничею. Я не бездельничею говорю. Я говорю о том, что он хочет. Само надо какие-то для него в рамки ставить. У него есть какое-то мнение, есть какие-то чувства, есть какие-то, да? Мне кажется, вот это как раз то, что было произнесено, интерес и потребности учителей. Ну, что все-таки другое. Если его мнение, например, это даже не интерес, его позиция определенная. Знаете, мне кажется, тут какой-то есть общая позиция, что все равно нужно, да, человеку нужно относиться с уважением. Естественно, нужно иметь в виду, вот понимаете, как у маленьких детей. Счастье, то там есть конфеты, пить припсиколу, смотреть круглосуточные мультики, ничего не делать. Вот его счастье. Ну, понимаете, для наших ребят счастье, ну, как минимум, да, как мы понимаем, это вот обеспечить их существование каким-то образом, да, с помощью там других взрослых, других мам, в идеале там каких-то социальных работников, ну, как минимум, гарантии безопасности, гарантии какого-то их проживания, организации этой жизни, этой среды, как минимум. знать, что они не пропадут на улице, что не останутся без квартиры, и они их не облапошат мошенники, это минимум. Но это мы, мы как раз это вот здесь все написали, да? А понимаете, да, любой ребенок будет счастлив, поглосуточный, там же у меня конфеты, и смотря мультики, ну, кто же спорит? Ну, можно я тут добавлю, как раз, если, даже если ребенок, если он сидит и смотрит целыми днями мультики, получает счастье, когда-то ему может это надоесть, или даже если, если попытаться его отвлечь и привлечь к какому-то другому делу, то то, что ему незнакомо, но ему опять же это заинтересует. Не знаю, вот я сейчас работаю с детьми, где они играют в профессии. То есть ребенок приходит, он играет в профессии, там никаких компьютеров, ничего нет, они ходят, учатся представлять настоящий полицейский, какое же у них счастье в глазах, то есть их отвлекли от этого компьютера. То есть счастье можно поменять с одного на другой. Поэтому, нет, это, поэтому, почему бы, если не пройти через эти подпункты, почему там тоже не может быть счастлив, полежит на диване, потом обучили чему-то, достиг какого-то уровня, может быть, на работе, получить свою первую зарплату, в момент счастья. То есть... Да, понимаете, здесь такая интересная история, связанная еще с таким понятием, которое мы с вами здесь, по-моему, а, написали, да, свобода выбора. Это очень такая странная, сложная история со свободой выбора, да, потому что, ну, например, нам очень часто приходилось там спорить с коллегами из Германии, поскольку вот мы с театром, да, ставили совместные обстановки, ну, и вот там считается, например, что взрослый человек, там, например, с синдромом Дануна, он имеет право на свободу выбора, и поэтому он имеет право, когда хочет, например, там, пить пиво, да, там, заниматься любовью, и ему предоставляют такие возможности, потому что, раз он имеет это право, то, значит, это, ну, необходимо. соответственно, в нашей стране вот такой свободы выбора никто не предоставляет? Пока. Я думаю, что это еще долго не произойдет, но, в частности, потому что, вот, простите, вас как зовут? Юль. Вот Юля сказала про то, что можно поменять, как бы, вот эту парадику счастья, ну, как бы, в сторону, как нам кажется, лучше. Это мы говорим, как специалисты, да, которые, ну, как бы, представляют о том, что такое хорошо, а что такое плохо, да. Ну, как бы, условно говоря, потому что, как бы, мы говорим, что компьютеры, это, ну, зависимость, а здесь мы что-то расширяем, что-то. То есть, мы, как бы, понимаем, да, что это вроде как-то было хорошо. Но мы вторгаемся в эту историю с его свободой выбора. В какой момент вообще можем говорить о свободе выбора человека в ситуации, например, человек с ментальной инвалидностью. И что это за свобода? Какого выбора? Когда-то он своя свобода не перекрывает другую свободу, другого человека. это он должен понимать, или это мы должны понимать? Ну, вообще, хорошо бы, когда-то у него тоже зашло. Ну, правда, вот, так кто-то сей проблема, что, когда он это сможет понять, когда он сможет понять, что такое его свобода, и что такое несвобода другого человека, если он переходит вот туда, через черту свободы другого человека. Это очень как бы непростая история. То есть, где вообще вот эти границы того, что мы имеем право, например, навязывать человеку или требовать с него, и кто вообще это может? Я вот задумалась сейчас на тем, что вот вы говорите о свободе выбора. Допустим, если человек, да, я не знаю, в общем, он сидит в четырех стенах, и у него есть свободе выбора, или посмотреть телевизор, или поиграть в компьютер, то, ну, как бы, как он может понять что-то другое, понять, где он счастлив, нравится ли ему общаться с другими людьми, работать и так далее, если он сидит в четырех стенах, и у него выбор только вот, ну, действительно очень ограничен, то, я, ну, вот сейчас задумалась, что действительно вот эти обучать, и через игру, и через какие-то походы, для того, чтобы предоставить эту свободу выбора, надо предоставить ему большой спектр вот выборов, что он хочет, потому что если он не знает ничего, кроме там двух предметов, то какой свободе выбора, ну, идет ли, человек уже априори, у него сформирован выбор, все, и он больше ничего не может. Да, но к этому еще бы неплохо научить ему вообще набирать. Ну, может, до 18-ти как раз, потому что это, он и будет выбирать, когда будет много у него. Если он не умеет выбирать, он не будет, потому что это тоже отдельная вообще, отдельная, которую тоже нужно формировать. это мы сейчас, вот давайте мы сейчас это еще разочек, да, как бы на это посмотрим, вот тут Марьяна пришла тоже, как бы мы тут говорим вот про некую такую мифическую картину, чего бы мы хотели для человека, например, с ментальной инвалидностью в будущем достичь. Вот тут вот мы написали сначала некие такие общие вещи, потом вдруг так вспомнили, что мы забыли про как бы собственно человека и его потребности, интересы и так далее, и как-то вот как с этим быть вообще, со всем этим счастьем. С счастьем или несчастьем. Значит, а вот теперь давайте мы следующим шагом попробуем понять, а вообще вот человек с особенностями, вот мы сейчас это немножко уже начнем, да? Он чем отличается, его жизнь вообще чем отличается от человека без особенностей? Она чем-то отличается? Она больше не петляет. Независимо от родителей. Она гораздо интереснее. Потому что его дольше ведут и дольше ему показывают. В отличие всяких разных классных дел. Как сказала мне одна подруга, у нас был боевный образ жизни. Это у нас проблема. У нас все хорошо. Театральная студия, спортивные занятия, профессиональный колледж, поездки в санаторий, реабилитационные программы. Все прекрасно. И обучение готовым навыкам. Просто когда у всех в один вопрос о голове, а когда у нас не будет, что будет. И как, что с этим вопросом делать, это как бы большая история. А так, ну, вечный ребенок он придет. А вы можете сказать про ребенка без особенностей, без особенностей вашего ребенка другого, да? Что будет с ним, когда вас не будет? Могу. Плюс-минус. Я понимаю, что он примет решение сам. И это будет его выбор, которым он идет всю жизнь. Это будет его осознанный, осознанный выбор лично им. А он обязательно будет хорош? Нет, факт. Но это будет его выбор. И он будет нести ответственность за личный выбор. А вот младший мой не может этого сделать, к сожалению. А у него же вообще жизнь, как вы говорите, вообще в шоколаде. И она, главное, дальше тоже, в принципе, будет шоколад. Ну, как? Каким образом? Ну, как? Как можно обеспечить продолжение. Государство обеспечит продолжение. ПНИ, да? А сейчас сказать как мама так же? А? Нет, кто-то запрошил его сказать. Как мама. То есть, надо сказать, как мама он должен, да? Что как папа. Государство как папа, да. Давайте мы посмотрим, вот, а государство-то, оно, что? Оно ничего не обеспечивает? Нет, а что государство может предложить, то интернат, и все? Нет, а сейчас, минуточку, давайте, вот, минуточку, вот, давайте мы посмотрим. Например, я там, не знаю, вот так, или там, или так, ну, в общем, так как-то, да? Значит, вот, какой-то интернат. Так, вот, отсюда, что обеспечивает интернат? Защита права. Защита права. О чем вы? Ну, от ее мнения. Защита права. Очень как-то специфически он их осуществляет. Интернат даже не назвал. Я только ее, честно говоря. То есть, отнять квартиру, это будет, отнять собственность, вещи, которые происходят в ПНИ, даже в рамках Москвы, это защита прав? А вы хотите сказать, что если, например, его, как вы говорите, он потеряет собственность, выйдет на улицу и будет бомжевать, это будет, как бы, не потеря его прав? Очень специфичная защита права. Минуточку. Есть законы, есть, как бы, определенный, так сказать, договор, да? Нет, там, как-то, нарушение законов, когда присваиваются квартиры. Нет, подождите, минуточку, но это, бывают случаи, как бы, это нарушение законов, это, естественно, подсудное дело. Мы сейчас говорим не о нарушении, зачем сразу о нарушении? Так они массовые. Нет, минуточку. Давайте не будем обобщать. Это, как говорится, да, как бы, презумпция невиновной все-таки должна быть. Да, то есть, как бы, в принципе, то есть, человека не выкидывают на улицу, им занимаются. И защита его жизни обеспечивается. Разве нет? Защита жизни обеспечивается государством. Его кормит, его поет, его, как бы, да, так сказать, предоставляет ему... Набор социальных услуг. Небо трек, набор социальных услуг, какой-то досуг, какая-то занятость. Разве нет? Примерно, если у меня такое ощущение, что вы как-то очень утрируете. Нет, никакую занятость практически не предоставляют в ПНИ. И об этом все время говорится на всех встречах, обсуждениях по поводу реформирования ПНИ. И тот же самый набор социальных услуг, которые там у них перечисляются, он тоже практически, категорически плохо осуществляется и предоставляется в рамках того, что... Подождите, а с чего вы говорите, что категорически плохо? Где? Как это? Статистика есть, статистика. Ну, вы знаете, как бы, если послушать представителей государственных органов, они скажут ровно наоборот все. И здесь мы, как бы, и здесь мы не переспорим. Ну, мы сейчас что, как бы, обсуждали? Здесь мы не переспорим. Правда, много человек все-таки, это не только на тарелку. Так вот что представляет и что не представляет? Там же, ну, есть части, ну, то, что там, условно говоря, и с кровати, и тарелка, и грешки, и туалеты. На этаже передорной системы. Ну, это, наверное, уровень там каких-то прав минимальных, которые вообще могут быть. Но многие же права там ущемляются, право на индивидуальность, право на уважение, достоинство, право на личное там пространство и так далее и тому подобное. Слопута жима рождества. А что, мы это не записали? Защита даже не записали. Что-то мы, Алексей, в них не записали. Нет, ну, это я не знаю, у меня не получится. Вам годы выбора так вообще, правом так? Нет, но, нет, много, а что тут про жизнь? А жизнь же характеризуется не только фактом, что я живу и, как бы, и когда-то там умру, и меня похоронят там где-то рядом с ПНИ или чуть-чуть дальше, вот, с крестом или без креста, вот. А это еще связано с моим здоровьем, которое там ухудшается. Ну, вы пройдите и посмотрите, с каким здоровьем они потом оттуда выходят, если выходит, если удается как-то вырвать, так далее. Вы говорите о качестве жизни. О качестве жизни, там об этом не очень-то говорится. ПНИ предоставляет услуги, да. Нет, это не вопрос. Это сам факт услуги. А качество этих услуг? Качество прав, как они реализуются. Но услуги предоставляют ПНИ. Нет, ну, а он еще и стоит сам по себе, это не вопрос. Нет, вот мне кажется, сейчас очень хорошее дополнение, да, что действительно услуги предоставляют... Конечно. Нет, понятно, совсем все. Да? Ну, качество жизни другого, и качество услуг еще... Финансирование какое-то предложение есть. Сейчас, сейчас, нет, вы не понимаете, сейчас о чем я сейчас идет. Я тебя, я могу кормить, но у тебя вот это будет язва развиваться. Я тебе услугу предоставил, но язву развиваются. Есть когда, но государство... Качество услуги... Нет, вы не понимаете, что... Я-то почему сейчас, как бы, выступаю адвокатом дьявола? Потому что, если мы сейчас не поймем, чего действительно не предоставляют, потому что оно предоставляет что-то. Но когда мы ему говорим, что, знаете, вы тут как-то, каша у вас какая-то гречневая только, и он говорит, ну и что? Ну она же есть. Где, где вот те самые, как бы, неуловимые критерии того, почему я и начал с этого? Что все-таки мы представляем как качество жизни человека с особенностями развития? Что является его качеством? Где вот эти параметры, которые мы можем сказать? Вот мы хотим, чтобы они были такие. И дальше, конечно же, мы задаем вопрос все-таки, а кто тогда их будет обеспечивать? Если не государство, то кто? А если государство, как мы очень часто слышим, государство же не дает денег на это. Ну, значит, никто. Так опять государство. Почему мы все время на государство... Государство не успеет разделять те деньги, которые идут в ПНИ. Ну, если оно всегда будет так делать. Хотя бы было поручение первого лица, а реформирование ПНИ. Это было сказано неоднократно. Так, ну, они же говорят, у нас все есть. У нас все есть. Депутаты методические рекомендации. Мы, мы, я не пойму, мы что... Кто нас говорит, я не знаю. Министров прямо пишут, нет, пишут, самим нас все не нравится. Я не пойму, да. Чью позицию Андрея Валерьевна... Ну, так бывает, просто не очень понятно. Они приезжают и директоров... Вот мы с Варьяной были в Пскове на таком, так сказать, форуме, когда приехал замминистра труда Иркутской области. Он сказал, что у нас вообще там перечень из 19 услуг, социальных услуг, которые наше министерство предоставляет. Перечень? Это перечень. Предоставляет. В реальности. Кто это оценивал, эти услуги? Вы знаете, по-моему, разница между семьей и интернатом. Совершенно здоровый ребенок может тоже попасть в интернат, круглосуточный, круглогая, и с хорошим питанием, и с хорошими услугами. Но это интернат. Там нет завозы семьи, там нет внимания к личности. Да, там предоставляет... Но это то же самое. Нет, это хуже сильно. Ну, сильно, но это не так. Если семья, есть казенное учреждение. Где, по большому счету, никто ни за что не отвечает, никто никому не нужен, ни у кого душа не болит. Так там еще сам ПИН у этих ПНИ. Ну, а это... Давайте совсем, так сказать, обижать тех, кто работает в ПНИ, потому что все-таки там... Ну, да, я вижу. Вот, а там есть разница. Ну, есть, разумеется, везде люди, понятно. Понимаете, вот здесь все-таки есть разница между тем, что вот с этой стороны тоже прилетело, да? Кто будет заботиться о ребенке как мама? Никто. И более там, разве у обычного ребенка мы когда-то говорим о том, что о нем кто-то должен заботиться, как мама, когда он становится взрослым. Но он становится взрослым сам. Он взрослый сам для себя. Как он сам становится? Его кто-то воспитывает, он не сам становится. Его воспитывает общество. И в том числе родители. Ну, рано или поздно... Которые хотят, чтобы он стал самостоятельным. Рано или поздно любой ребенок без особенности он вырастает взрослым. Какого взрослого? Ну, не все. Это вопрос. Я не буду растать. Ну, какого взрослого? Это вопрос. Я не согласен с вами. Детки, инфидемиологи. Вы знаете, человек с лимфталином. Он может становиться взрослым. Только качество этого взросления иное. Но он становится взрослым. Он реально и 20, и 30, и 40 лет, и он взрослый человек. Почему? И надо уважать именно взрослые. И это наш... Как мы относимся к нему, когда ему 40 лет? То же, как к ребенку, по-моему, здесь проблемы уже возникают. С моей девушкой. Да, и естественно, в связи с этим и возникает вопрос. Что же мы все-таки хотим как будущее? Потому что вот здесь, да, мы начали с самостоятельностью. Но почему-то мы ее не предполагаем. То есть мы понимаем, что, конечно, для того, чтобы была самостоятельность, должна быть какая-то среда, которая позволит ему эту самостоятельность воспитывать. Но я бы все-таки здесь еще написал ответственность. Чтобы мы ее говорили. Потому что ответственность... Это прямой путь к социуму. То есть до тех пор, пока не сформировано у человека ответственное поведение, он не может находиться самостоятельно в социуме. И без этого ничего этого быть не может. И тогда это лучший выход. С вашей точки зрения? Нет. Не с моей. А с чьей? С точки зрения ребенка. Потому что здесь, может быть, не как мама, а как Алексей сказал, но как папа. Его будут оберегать. И не будут ему давать никакой, конечно, самостоятельности. Но, по крайней мере, он не погибнет под кустом, не замерзнет, так сказать, зимой. Потому что он не имеет никакого представления о том, как выйти в этом социуме. И что в этом делать, что делать в социуме для того, чтобы выжить. И это серьезный момент. И это как бы то, с чем мы сталкиваемся с нашими ребятами. У нас в прошлом году у одного из наших студийцев умерла мама. И это ситуация, которая выбила совершенно его из привычной колеи. Потому что мама умерла внезапно. Он остался жить с отчимом, с которым он жил до этого 20 лет. Но, как оказалось, мама была тем, кто был между. Ну, то есть, кто управлял вообще всей ситуацией. То есть, мама была между ребенком и отчимом. Отчим никогда не встречался за 20 лет с взрослым этим уже 30-ти с лишним летним человеком. И вот они остались вдвоем. И отчим стал предъявлять ему требования, как, как говорит сестра этого человека, как к нормальному. Ну, правильно. Отчим же, как бы. Потому что мама все время оберегала. Да, даже вплоть до того, что нельзя было говорить о возрасте человеку. Потому что возраст, он, как бы, такой, ну, напряженный момент. Потому что это, как бы, страшно, это приближает к смерти. И поэтому смерть всегда отодвигалась. О ней не было речи. А тут вдруг она пришла сама, как не спрашивая. И человек с ней столкнулся. И, как бы, и вот, да, он столкнулся с требованиями, которые... И это еще легкие требования, потому что все-таки это отчим, это не чужой человек, не чужой дядя, да. И вот он, как бы, вынужден выживать в этой сложной ситуации, ему безумно трудно. Безумно трудно, потому что ему приходится сейчас осваивать вот эти все навыки самостоятельно. Потому что ему мама очень много навыков не дала. Но это не потому, что он не мог в силу его особенностей, а просто она ему не дала их. И ему сейчас это приходится осваивать, он осваивает. И это свидетельствует о том, что мамы далеко не всегда правы, когда говорят, что он о этом никогда не сможет. Вот когда приходит нужда, приходится, и они могут. И поэтому здесь еще, как бы, я бы написал еще момент делегирования ответственности. Потому что ответственность может быть воспитана только если ее делегируют. То есть если мы человеку говорим, что ты сейчас можешь что-то сделать, что, как бы, от тебя зависят какие-то изменения в этом мире. Потому что если они не зависят, то ты никогда... Ну, как это часто происходит, да? То есть мама говорит, там, вынеси мусора, а сама вынеси. Ну и она выносит, и все. Никогда не научается ничего сделать. И это, как бы, один из важнейших моментов того, что мы можем и должны, как бы, делать для того, чтобы подготовить человека к самостоятельному. Так вот, хорошо. Значит, вы все-таки говорите о том, что интернат нас не устраивает по причине того, что качество жизни там не соответствующее. Да? Я правильно вас помню? Или? Ну, речь идет о той форме, которую сейчас все с вами будут. Да. Тебе устраивает? Нет, мне не устраивает. Дело в том, что вообще система любых интернатов, что взрослых, что детских, предполагает, что человек там такой вот, он получатель услуг. Он такой сидит и получает услуги. Ему, в отличие от дома, не надо ни о ком заводиться. Ему не надо сходить за братом. Ему не надо там... Покушать, покушать. Ну, приготовить, покушать. Мне это в интернатах все-таки продвигается эта тема. Они хотя бы что-то делают. Но вот именно такое, что вот вынести за котом. Ну, или что-то такое. Ну, делать неприятное, но для всех. Вот, ему никто никогда не скажет, там, папа, мама, сестра, папа, что-то разлеглась, я вам ту комнату убрала, я твоя половина. То есть нет такого реального взаимодействия в интернате, как есть в семье или в какой-то маленькой группе, где все более-менее, ну, в одинаковых условиях. Ну, такая вот. И она никогда не будет в интернатике, потому что это получатель услуг, он не должен никому ничего. Да, но на самом деле здесь мы тоже очень много чего говорим про получение услуг. И поэтому я почему и говорю о том, что очень такая ситуация, как бы, похожая на то, что дает интернат. И поэтому не очень понятно, почему так все выступают против интернатов. Если мы говорим о том, что самым главным является получение услуг. Если мы говорим о качестве жизни и вот о каком-то странном слове счастье, там, или что-то аналогично этому, тогда, может быть, этого не хватает. Ну, я не думаю, что большое счастье делать, неприятную работу, но это как бы, ты ее делаешь, ну, и в наборе уже. То есть, ты сделал это, но к тебе относятся уже как к тому человеку, который сделал свою часть работы. А у всех ли, как бы, так называемых нормальных людей, работа приятная? Поставляет счастье. Вы понимаете, вот почему, на самом деле, вот то, что Лена сказала про то, что в шоколаде все товарищи с особенностями, и главное, что и планируется тоже, чтобы они были в шоколаде, чтобы никто, не дай бог, не дал неприятную работу. И это же как бы вот здесь у нас, и если мы так неадекватно оцениваем, как бы, их возможности и их перспективы, то, естественно, мы их готовим вот сюда, потому что они не смогут самостоятельно ничего выбрать, они не будут неадекватны. Вот в том мире, про который я вам сказал, да, в мире ВУКа, в котором меняется все ежесекундно. То есть, самолет перестраивается во время полета. То есть, настолько должна быть мобильность психическая у человека, да, чтобы он, как бы, мог реагировать на те вызовы, которые приносит ему этот очень сложный мир. Или мобильность его виртуального помощника, я бы добавил. Или по тряпу, или укладку. Для будущего, это тоже важно. Нет, значит, да, существует еще и в будущем, но все-таки человек с виртуальным помощником. Значит, знаешь. Или с реальным помощником. Ну, или с реальным. Потому что существует огромное количество людей с ментальной больницей, которые на самом деле вообще не пользуются никаким виртуальным помощником. То есть, научить его. Нет, ну, так или иначе. Так вот, теперь давайте мы как раз и перейдем к тому, что, а что же и кто же тогда может вот здесь нам помочь. Каким образом выстроить некую систему поддержки, да, сопровождение человека самостоятельно, да, без родителей. Независимо от того, они как бы уже ушли из этого мира или еще остались, но все-таки они уже передали его в социум. Да, как бы, то есть пришло время к тому, что как вот, ну, как на Западе, да, допустим, то есть вот пришло время, там, 18, 21, там, или сколько-то, и вот человек пошел и как бы живет самостоятельно, да, и работает самостоятельно, там, достигает пенсионного возраста. Меня тоже поразило, что человек с особенностью развития, там, работает в мастерских до пенсионного возраста. А потом, а потом еще что-то. Он пенсионер. А потом еще, да, он пенсионер, и где-то он еще в другом месте уже, как приходит, говорит, другое место, где он сглаживает. То есть, как бы, жизнь, да, подобная жизни человека без особенностей. Кто нам может здесь помочь и как? Если не государство. Ну, Андрей Борисович, ну, здесь все-таки в их культуре, да, примите, в нашей культуре очень много народу живет, продолжает жить с родителями, при том, что они не висят на родителях, у них есть, но просто они живут одной семьей. Это вот, ну, взрослые люди. Не, не, они перестают жить с родителями, все дело в том, что они просто с ними не живут. В смысле? Если говорить там, там они не живут. Это не я говорю про нас. А, про нас? Про нас. Ну, большинство у вас есть. Идея, я не знаю, ну, в деревнях, наверное, меньше, там проще дом отдельный построить, да, вот, наверное, вот. Но очень много в нашей культуре того, что вот семьи, они большие. То есть, там живут несколько поколений, и это принято еще. Поэтому, в какой-то степени не надо все ломать, вот сразу говорить, что вот это совсем плохо. То есть, даже в этой системе тоже можно как бы устроить человека, чтобы он не был там обуза для семьи, а вот так условно. То есть, остался в своей семье. Ну, как вариант тоже. Ну, а если вот семья, ну, как бы... Нет, ну, это уже, ну, то есть, надо готовить, чтобы к тому и к тому, ну, то есть, готовить невозможно, потому что раз, случается какой-то катаклизм, и огромная семья исчезает вся. Или, наоборот, случается другой катаклизм, и, наоборот, компания делается и слышит. Об этом и речь. Сейчас, когда я говорю про то, что до того еще, как случился этот катаклизм, мы должны подготовить человека к тому, чтобы он жил самостоятельно, и более того, отправить его уже в эту самостоятельную жизнь, чтобы еще успеть, как бы, помочь ему, да, и увидеть, как он там в ней, в этой жизни адаптируется. Вот, вот, Марьяна, тут тянет руку, как Марьян, что я школьница. Да, давай. Здравствуйте, добрый вечер всем. Коллеги, я бы все-таки хотела здесь, прежде чем вы перейдете к каким-то содержательным моментам, формам, видам, не пройти мимо очень важного такого параметра, который называется права человека. Потому что, когда вы говорите о критериях, на основании каких критерий мы оцениваем, достойная ли жизнь в ПНИ или недостойная жизнь в ПНИ, в первую очередь, это, конечно, критерии прав человека. То есть люди с тяжелыми, сочетанными нарушениями, с психиатрией и так далее, они обладают всеми правами человека просто по факту рождения человека. Если мы для себя в каждом своем решении, в каждой своей формулировке, планировании и так далее, мы будем все время иметь в виду эту очень важную ментальную и правовую основу, то какие бы замечательные локальные практики мы сегодня с вами не предлагали, там, квартиры для сопровождаемого проживания, там, не знаю, в деревне, в какой-то доме, это все будет иметь очень локальный характер, неустойчивый, потому что не будет меняться правовое сознание общества, в котором растут наши дети, молодые люди и так далее, и так далее. А это правовое сознание, оно должно меняться для того, чтобы неприемлемым было оказание условий в государственных учреждениях с нарушением уважения и достоинства тех людей, о которых мы с вами говорили. Не будет никогда только частная история социальной жизни, она будет именно, ну, как бы у нас социальное государство, как мы это провозгласили, и поэтому, безусловно, государственный сектор в жизни людей с различными нарушениями будет играть довольно большую роль. И поэтому при выстраивании своих локальных видений счастья и качества жизни мы обязательно все время должны помнить о том, что мы параллельно должны просто менять правовую ментальность в обществе. Вот есть некая конвенция права человека, глобальная, для каждого из нас здесь присутствующих, в том числе наших детей и взрослых тоже, а есть уточняющая конвенция права инвалидов, и именно там заложены критерии того, каким образом не только государственные учреждения, но и мы с вами, когда мы организуем некую работу, альтернативную, еще какую-то, но и мы с вами должны из этого исходить. Я не зря это подчеркиваю, потому что, к сожалению, я недовольно часто сталкиваюсь на практике с тем, как замечательные коллеги, общественники, изобретая, предлагая некие решения, они тоже нарушают эту историю. И то, о чем говорил Андрей Михайлович, вот для вас сейчас это прозвучит несколько странно, но у ваших, как бы, у некоторых родителей гиперопека иногда по отношению к собственному ребенку бывает на грани нарушения прав личности вашего ребенка. Поэтому это так сложно вам как бы развести и увидеть вот эту вот историю. Это очень важно нам для того, чтобы сейчас строить планы, увидеть в собственных детях личность, личность, которая есть сегодня рядом с нами и которая потом будет жить без нас. Какая бы сложная судьба и как бы сложно этот человек не реагировал на внешние стимуляторы, возможности быть ответственным и так далее. О личности. Вот мне хотелось как-то это вот так вот подчеркнуть. Может быть, я не права, но вот мой опыт работы меня как бы... Да, и хорошо, спасибо большое. И вот мне кажется, что с этого мы должны как бы начать писать вот именно с того, что мы как мы эту личность, да, как мы ее готовы поддержать и кто. Но относительно того, что ты сказал, я бы нужно тоже сделать свой комментарий по поводу гражданского общества, потому что, на мой взгляд, как бы гражданское общество на Западе и гражданское общество у нас очень сильно отличаются. И отличаются принципиально вот той самой фазой, которую я называю ответственностью. Потому что это гражданское общество на Западе говорит государству, вот есть проблема, вот мы готовы эту проблему взять на себя и решать. Говорит общество, государству. Гожиданство говорит, окей, вот вам законы, вот вам как бы определенные механизмы финансирования и так далее, причем не полные финансирования и так далее, но вы решаете и общество берет на себя эту ответственность. И как мы выяснили, да, что оказывается, допустим, в Германии, да, законодательно закреплено, что если общественные организации берут на себя какие-либо функции по, там, скажем, социальной функции, да, государство не имеет права претендовать на выполнение этих функций. То есть тем самым, как бы, да, общество берет на себя эту ответственность. Что делает у нас общество? Оно говорит государству, есть проблема, есть проблема, есть проблема, есть проблема. Своя говорит, а какой проблема, какая проблема? Ну вот такая проблема. Ну хорошо, ушло, подумало, вернулся, говорит, хорошо, я решу эту проблему. Говорит государство, решай это так, как оно понимает. очередь нет и плохо и дальше идет бесконечная футболе не туда-сюда как практика тем что он занимается нет практики нет понимаешь по практике это то что как бы выпадает из этого я говорю в глобальном смысле то есть у нас сейчас много я сейчас как раз хочу это тебя вызвать сюда потому что чтобы немножечко рассказать вот так вот о другой практике да но здесь очень важно как бы понимать что действительно когда мы говорим что она виновата в том что у нас вот этого нет то это не гражданское общество западного образца а например латинская америка это именно за гражданское общество контроль которая занимается тем что это результаты это констатация но в общем очевидно исторического факта 70 лет государства выстраиваем терналистку абсолютно системы у нас были уже общество определенные благотворительные больницы частные еще что-то церковное было служение и так далее у нас были эти начатки с которых начиналось принципе во многом у нас просто не было так промышленно развита страна как это было там в великобритании в германии во франции но уже многие какие-то такие вещи которые были связаны с гуманитарным чувством они существовали но понятно что советская власть она просто полностью взяла заботу о социальных проблемах на себя это было абсолютно патерналистская история и гражданское общество она просто не предполагалось в решении этих проблем и это отношение государства патерналисты она и есть основная проблема для нас сегодня почему я говорил о правах потому что это гражданственность она рождается через защиту прав понимаешь и она конечно рождается снизу у нас еще масса защиту а реализацию я бы так защиту реализацию там прав изменения этих прав в контексте общих прав и сочи у нас под защитой немножечко вот крайне сразу как и возникает или там они на реализации все время говорим о социальной сфере но мы не сможем развивать вот эту модель и которую мы так часто говорим где есть место каждому где уважается мнение каждого где есть там поставщики такие сики и прочее взаимодействие межсекторное межведомство если у нас не изменится управленческие какие-то вопросы связаны с соответственностью муниципалитетов самоуправлении и так далее то есть это вообще такая довольно глобальная проблема вот эта социальная история сегодня собственно позвала все для того чтобы найти вот это то что не я хочу как раз вот сейчас мне кажется самое время дам себе заряда вот это как до человек который был создал не что что мне на мой взгляд как раз между здрасте я наверно может меня кто-то знает кто-то нет я рад здесь быть я здесь впервые конечно вот ну вот эта кредикация она с нашим другом да был круглый стол по инклюзивному искусству значит такая история случилась в пензе в пензе есть уникальная некоторая ситуация социальная которая заключалась в том что там есть такой нижний ломовский дом-интернат для детей инвалидов с инвалидной связи с аппорт двигательным аппаратом вот особенность потому что там ребят большей частью интеллектуально сохранил вот там сразу некоторыми значит вот это был нижний ломовский дом-интернат значит сценарий выхода из него следующий значит часть ребят посильнее отправлялись в рязань может быть вы кто-то знаете что есть в рязани такой михайловский колледж где учатся ребята на бухгалтеров в общем обычно вот часть ребят после рязани могли даже отправиться в москву власина власина островский институт часть ребят сразу поступали в дом для ветеранов труда сердовский это окраина пензенской области это 300 людей пожилого возраста вот часть давали квартиры в нижней ломове вот надо понимать это такой небольшой городок вот они переезжали но тоже потом могли оказаться здесь если с ними но мало кто из них справлялся самостоятельно потому что там не с доступной средой ничего такого нет вот мы однажды это поняли потому что обнаружилось то что все ребят 18 лет оказывается в доме для ветеранов ну там была организация была организация она есть сейчас которая но это не цвет ну я я там как идиолог я там просто однажды приехал мы познакомились я как методист как консультант эту организацию сопровождал вот мы однажды ехали отсюда и вдруг поняли простой вопрос что дальше на самый известный вопрос который ваш круглый стол тоже все как-то так он и ставит наш главный вопрос да вот что это время передать что что дальше когда уходит уходит эти стены и мы больше ну дальше особо вариантов нет для многих для многих вариант только один дом для ветеран вот ночью делать ну чё делать вот но первая идея которая у нас возникла надо делать какой-то буфер надел что-то как минимум промежуточное просто на этом пути просто что-то что-то ставить ну что можно ставить но мы придумали большую какую-то историю вот я думаю большую историю вот но а прежде чем приду придумали большую историю мы поездили по разным местам побывали в австрии побывали в германии я помню общался с малья которая нам сказала несколько принципиальных тогда вещей которого много мы опер да про то что обязательно старайтесь что-то сделать год про то что обязательно постарайтесь сделать так то чтобы как-то с чего-то начать и и не спешите делать все много в одном месте вот поэтому и в тот момент у нас был такой большой проект а в итоге мы взяли просто выкопили один дом потратили на 5 миллионов рублей деньгами ну давайте потом скажем вообще откуда деньги берутся в общем этот принцип существует на протяжении всей истории и мы построили первый дом почему мы назвали квартал мы это место но мы назвали в честь музыканту луи анксенга вот я шпин все немножко долго не могли понять как у них вдруг в пензе вдруг появился и всегда был вопрос причем здесь афроамериканский джаз музыкант и люди с инвалидностью я всегда задаю вопрос как вы думаете чем связь умные догадываются что эти эти дискриминированные вот идея была такая что вы искали образ искали какую-то метафору психологическую психотерапевтическую педагогическую метафору работы с темой ограничений ну и мы нашли метафору импровизации джаз ну что какие бы у нас не были там ноты ограничения варианты можно импровизировать что у тебя есть тема импровизируешь вот ну и как нам эта идея понравилась и вообще ну как бы идея джаза нам компенс чуть растворена поэтому так и есть вот мы построили один дом и год назад это четыре года назад и год назад построили еще один домик вот это уже такой большой домик это на для проживания 10 сейчас уже один из потому что одной жених приехал и вот ничего не сделаешь они уже нам вниз менее это нет это нереально на это отдельная тема мы сейчас думаем с этим делать ночью приехал поселился но вот а значит теперь у нас вот плюс к это значит вот этот последний это вот большой домик это дом вероники значит он так устроен что внизу внизу 10 8 индивидуальных комнат две такие смежные а наверху хостел где могут приезжают отдыхают и мы там еще сделали регуляционной комнате кто-то там еще и реабилитируется вот такой получилось хостел нам приносит деньги немножко там на букинге можно забукиваться аккуратный не какой-то люксовый ну такой приятный хороший хост вот мы сразу выбрали три идеи простых вообще как три копеек чтобы быстро можно было все передавать чем наши идеи было учить проживать как умеем и самостоятельно обучаемся каждый проходит продолжает образование какой может кто-то 30 лет третий класса кто-то только курсы ходит кто-то там макияжу все чтобы взять на трубку нас это ругает ну это правило наши в коммуне у нас каждый так или иначе должен где-то работать у нас есть свои нам предоставили возможность работать по графе у нас ребята работать по графе есть маленькое свое еще такой кафе это первое инклюзивная стойка барна там безалкогольное все вот ну кофе чай можно пожалуйста там ванька наш это их обучал лучший сомелье пензенской области такой даже есть а здесь еще наши ребята работают и принимают россию серьезно они работают на прием гостей в гости ну вот у нас рабочие места участвовать такое надо сказать вот среда это не знаю как сейчас можно говорить экосистему вот которым есть значит соответственно вот здесь мы проводим разные мероприятия и работаем здесь работаем у нас два домика это для домика ребят в более тяжелом состоянии есть еще один домик такой деревянный интернете можете посмотреть для более такого им полегче когда не стали жить к разговору про священных слов самостоятельно понятно что мы сделаем первым делом поставить туда куратор с утра практически до ночи как вы думаете через сколько они выбрали куратор не не сразу начали было прикольно через полгода через полгода они отказались от услуг куратор ну надо учесть что мы говорим немного да про ребят с другим немного возможностями интеллектуальными но факт состоится факт на нас начали удивлялись как-то они ночуют сами мы прожили всю жизнь как они ночуются ну да так вот так потому что на самом деле ответственность формирует не только делегировал ответственность формирует чу-то вели доверие основана самом деле ответственность они деленируют все современные системы менеджмента маленьких не трогается построена дави они на деле ну вот это было чего потому что они сами сейчас домик они сами там скидываются на коммуналку мы вообще не платим за тут домик домик который первый на березовском Живут 5 ребят, молодые люди с инвалидностью, передвигающиеся полностью на коляске, дом полностью для них адаптирован, они сами совместно все оплачивают, мы вообще только оплачиваем их медицинские какие-то дополнительные расходы. А кому это вообще? Это некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация, которая называется квартал Винни. Сейчас я про финансы скажу. Ну, да, там может что-то еще там, какой-то, да. Ну, это разные наши творчества. Творчество для нас важен такой источник вдохновения, разные настроения и так далее. Ну, вот у нас, например, в Ленке пишут стихи, это у нас сборник стихов. Катя пошла и играет в театре в нашем там пенсийском государстве. Работает своя группа, есть это уже другие. У нас вокруг этого квартала организация сообщества. Обросли. Обросли, да, человек 200. И еще очередь из других, которые хотят жить, но у нас там не, ну, как сказать, у нас уже один из подселил там в один. Ну, нет, оно все, там уже не хватает. Но факт остается факт. Ну, здесь кто-то группа играет инклюзивная, музыкант незрячий, Сашка без руки, вокалист, значит, девочка тоже незрячая. Ну, там множество всяких проблем. Вот у нас театральная студия, местный наш актер играет дети с синдромом Дауна. Сделал первую скрипку. Пришел, увидел, вдохновился. Это театральная студия, раз там, они два, два, две недели. Они пока раз в неделю собираются. А вот мне интересно, у вас домник, где пять колясочников, как они содержат дом? Ну, у вас волонтеры иногда. Ну, есть генеральная уборка волонтера, а дальше они по возможности... Нет, вы знаете, что они сами полоплачивают. У них пенсия, есть и зарплата. А, о чем у них зарплата? А я же вам показывала. У них есть типография, значит, например, Лена еще, мы сделали... А, а про 11 там это такое-то другое, да. Значит, Лена, например, вот, ну, конечно, это может что-то делать, она, например, является таким тренером по объяснению, по тренингу по пониманию инвалидности для детей. Мы проводим школьников, мы субсидию как-то, ну, продвинули вначале, что-то не очень было понятно. А потом вот нам школьники, когда там работают как тренинг, ну, 500 рублей, смену для пензы 500 рублей. Это если ты таких там проведешь 10, это 5 тысяч, при том, что там у них 15 тысяч зарплата, 30 процентов, это вообще, ну, неплохо, и там, ну, это есть какие-то возможности. Вот. Ну, у нас и танцы есть, и какие-то выставки, ну, как бы, знаете, ключевая вещь, к которой мы пришли, поддерживающие сообщества. Вот Андрей спрашивал, кто может быть? Альтернатива любым институциям, это какие-то сетевые сообщества, какие-то, какие-то, как бы, распределенные формы взаимодействия людей друг с другом. Я бы не сказал, что большая семья, мы вряд ли там, хотя там, ну, кто-то, может быть, я там на папу похожа, Мария Львова-Белова, который сидел, может, на маму похожа, но по большому счету, ну, наши там супервизоры, психотерапия, конечно, мы такая большая расширенная семья. Ну, на языке сообщества мы скорее сообщества, поддерживающие, да, которые есть. Можно там следующий, да, слайд? А, ну, все, это уже каких принципов, мы про это не будем. Вот, но это вот примерно так мы живем. Примерно, примерно так мы живем. Вот, теперь про деньги. Откуда деньги? Вот, мы как-то этим вопросом задались, я приехал к вам, зажимал пальцы. Откуда? Так вот, источники финансирования нашей организации, 15, 15 источников финансирования. Значит, что было входит? Что было входит? Частные доноры, частные люди, вот просто такие, ну, простые, 50-100 рублей, 250-1000 рублей, вот они есть. Крупные, есть вот такие дяди и тети, которые готовы дать миллион, 500 тысяч, по разным причинам. У каждого свой какой-то, то есть, гранты, президентские гранты государственные. Раз, гранты от частных фондов, два, и гранты от коммерческих компаний, еще история. Дальше, доходы у нас, у нас есть доходы от типографии, ну, там он небольшой, позволяет практически в ноль, но он зарплаты обеспечивает ребятам. И нам позволяет, например, иметь всякие там, ну, кружки свои, буклеты, ну, какую-то такую штуку, которая всегда полезна. Значит, иногда у нас даже арендуют зал здесь, тоже небольшая денежка капает, которая есть. И хостел. Там 30-50 тысяч в месяц, иногда бывает, приносит. Вот сейчас чемпионат мира. А это что, Саранск? А мы на трассе, там был в Саранск. Все забронировано. Уже? Да, и мы. Да, нет, у нас там все забронировано. Все, а? Цель подняли? Забыли. Но нам важнее. Да никто даже не думал про это. Мы даже подумать себе не могли, чтобы кто-то там искал. А все, а там все иностранцы забронировали. Или вы там корзинку поставили? Да вы даже, нет, вы даже не думали. Корзинку поставили? Да нет, там все, там были корзинки на всех местах. На всех языках. На всех языках. Это отлично будет история. Надо так и сделать, чтобы это было. Нет, понятно, наверное, они как-то будут. Вот, вы знаете, что удивительно, как к вопросу, о, вроде в гостинице, да, обслуживает там, Катя, да, у Катя вот такого примерно роста, дисплазирует, ходит там очень сложно и так далее. Кузьма, ножки маленькие, большие руки. Но ничего, дальнобойщики довольны, приносят какую-то, еду привозят, это, какие-то, это уже какие-то есть постояльцы и так далее. Особых, там, ну, там, только слайд, ну, так, чтобы они там не проходили, мы там сделали, есть их на первый этаж. Никаких пока сложностей, каких-то навеканий, проблем нет, только с местными жителями. Часть местных жителей, все поделены. Вот вопрос про общество, да, мое правовое сознание. Какое правовое? Просто человеческое сознание. Все поделились, одни, значит, приносят, значит, к Пасхе куличи и яйца, а другие пишут это. Уберите, пожалуйста, в вашей сети дома, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок рос, смотря на других детей. Так это нормально, так должно быть. Да, ну, мы так тоже думаем, потому что мы, собственно... Так не должно быть, но так не будет. Вот, оно так есть, да. Оно так есть. Да, вот, я продолжаю, вот это, значит, еще доходы, да, еще доходы. Дальше субсидии от государства, которые мы выигрываем и тоже каждый раз проходим. Мы и стали поставщиками услуг, проходим все проверки, не получили пока ни рубля, но зато проверки есть. И мы, ну да, ну, как понятно, там отдельная проблема с этим законом, очень много трудностей. Я был даже на приеме у министров нашего федерального, вот, где все, как бы, ну, там, мы пытались это разобраться, в этом разобраться очень непросто. А тем более, для таких, поймите, все, вот, когда мы говорим, государственные услуги и так далее, все написано, воды, вот, воды форматы, все эти новые форматы, и все там, это они даже, ну, все написано, это соль, сахар, там, перец, там, все, что это, написано другой образ жизни, образ жизни другой. И все, и поэтому ориентироваться на то, что они сейчас вот эти услуги просто пытаются, там и все так не получается, прямое, ну, и так далее, но я, как бы, не про это. Вот, ну, и дальше разный там способ, акции, мероприятия, на финансовые, которые, ну, тоже у нас есть, да, сейчас мы думаем над созданием эндаумент фонда, целевого капитала, чтобы, который все время постоянно нам, да, проценты какие-то были, это не так просто, что нам надо одновременно 3 миллиона, вот, ну, и, ну, и, а, и пенсии, ребят, у них тоже есть, на самом деле, какие-то деньги, они тоже могут, ну, с этой, с пенсией что-то, ну, они, собственно, тоже часть денег, передают, потому что, там, на кураторов, которые наняются, которые уходят и так далее. Ну, вот, 15 источников, 15 источников финансирования, то, что, говорит, так и диверсифицированный панкет финансовый, для того, чтобы это все могло как-то работать, крутиться. Вот сегодня это значит, соответственно, 16 ребят на постоянном нашем сопровождаемом проживании, вот, плюс ребят, проходящие реабилитацию, так далее, ну, в общем, это уже такое достаточно, что за 4 года стало большим сообществом, всех приглашаем, приезжайте, проживайте, берите опыт и думать, как это можно все, так же, может быть, и сделать, вот. Ну, у нас, они попросили, нет, мы их называем нянечами, на самом деле, мы их называем кура, но это, который просто прямой уход за телом, то, что касается гигиенических процедур, они помогают, да, помогают им осуществлять. Надо понимать, что это еще пьезы, там идет, там это все еще туда не дошло, вот, там вообще с этим очень непросто, у нас на весь город нашлось только два психотерапевта, которые были вообще с этой темой готовы работать, и все, ну, там, с помощью, в том числе, под нашим каким-то влиянием, тема тоже стала подниматься, тоже стали тут объединяться. У нас возник первый кабинет по апотерапии для, для АБА, как правильно говорится, для детей с расстройствами психического спектра, да, у нас на базе нашей возникло общество МА, которые тоже стали как-то что-то делать. Вот когда ты говоришь про модель гражданского общества, я сторонник идейшим, задача гражданского общества на самом деле, ну да, нет, а инновационная, она заключается в том, что в той точке, где сейчас тяжело, никто не знает, что делать, государство, это, в моем понимании, достаточно ригидная, консервативная структура, ну, так у нас принято, так в традиционных, патриархальных, патриотичных обществах принято. По гражданству, в общем, можешь создавать эти инициативы, раз, два, три, там, пять, десять возникло, когда мы сопровождаем проживание, они проехали, они, правда, были, министр был у нас, мы прямо приезжал, смотрел, там, нюхал, в прямом смысле, это слово, смотрел, изучал, там, это и так далее, вот, они тоже, там, считали, смотрели, вот разговор был, там, прям, я говорю, сколько вы за это потратили? Ну, там, дом, вот такой же, там, стоил по 30 миллионов, да, а вот, он говорит, о, ом, и, а если бы федералы устроили, ну, там, за 50, наверное, до этого строят, ну, они все это понимают, понимаете, и они тоже, ну, как бы, говорят, про это, у меня нет такого, там, шапка закидается к идее, про государство, вполне, но я считаю, что мы можем делать вещи, которые будут развивать, ждать, ну, я так, как бы, вот мы делаем, а это, начали, крутили у виска, ну, как, а, бенз, кварталу, это все, вообще, не понимаете, что это происходит, вообще ничего не понимают, сейчас они все ходят, ездят, фотографируются, показывают, это становится маленьким брендом пенсии, кто знает, где пенсии вообще, вы знаете, где пенсии, да, отлично, это отлично, это хорошо, это хорошо, приезжайте, это круто, вот, поэтому, вот, так, ну, как бы, это некоторая наша философия, мы и делимся, да, потому что, ну, как сказать, можно ждать, можно действовать, я там, тоже поддерживаю, там, вот, Марьян тоже говорит, да, идеи про, ну, какое-то такое изменение на глобальном уровне, да, ну, где-то можно просто, ну, убрать, делать и, ну, как-то осуществлять, мы не какие-то, там, эти организации, которые это сделали, лучше, молодежная организация, были молодежные волонтеры, ребята 25 лет, бюджет организации в самом начале, когда я 7 лет назад пришел и консультировал, 300 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, а когда у нас было строительство, бюджет уже дошел до 30 с лишним миллионов, чтобы это все построить, правильно, это в 100 раз рост. Ну, и у человека все реально, ну, то есть, это правда реально, то есть, здесь ничего такого, ну, ты можешь проверить, посмотреть, вот, спасибо. Спасибо. А? Пишите, мы везде есть. А, и послугу заполнили, ребята? А? И послугу заполнили, ребята? Ну, скинь и других, я не offers. Очень много. А, и послугу заполнили. Да. Получи, пожалуйста, среди этих ребят, каких ребят со статусом сиропа? Ну, выпускники, очень много, да. А что делаете, с тем, кто сцентрит обязанности предоставления? Значит, смотрите, какая история. У нас там есть несколько студентов, которые выпустились при нас. Значит, Валерка получает жилье лет один, Катя тоже, Валерка чуть попозже, но тоже. Вот, ну как, мы добиваемся. То есть они все, мы подали в суд, по всем фронтам это делают. Значит, да, что дальше получается? Значит, квартира предоставляется в местах, в которых точно неудобно жить, вот, но в силу того, что у них есть мы, вот, то мы там сейчас организуем разную роду там схему, чтобы он каким-то образом могли это там либо компенсировать, либо как-то там пошли на понимание, в принципе, регион там может это делать. Чтобы мы могли с этой квартирой, да, как-то с ней быть там, или может быть, как-то там сдавать, пересдавать и так далее. Вот, ну, чтобы он мог просто жить в другом месте. Потому что, конечно, там, там, где им дают, да, там им жить либо это очень далеко и так далее. Вот, хотя, например, Валька, при том, что у него там несовершенностью генез и так далее, я никогда не думал, но он сел за луку, он катается в той машине, может, смотрите, у нас ролик. Я, потому что, когда я приехал, они мне не говорили, что так уже произошло, я вышел из поезда. Валька меня встречает. Нет, это наш, ну, там, несколько абонентов встречал, и Валька встречает. Все, ну, полностью вообще никаких вопросов, при том, что как он рулит, меня до сих пор занимает. Удивительно, да, но это все к вопросу, там, самостоятельность и прочее. Да, это первый вопрос. А второй вопрос у нас связан с тем, вот вы говорите о том, что люди, которые живут рядом, кто-то это тренинг просто, ну, по факту того, какие они люди, а кто-то это тренинг и больше того мешает этому жить. А есть какие-то мероприятия, которые не целых хватало, есть ребята в этом сообществе? Да, значит, история, на самом деле, вот когда я тоже начинал, ну, то есть мы начинаем процесс, ну, то есть у нас же это как-то второе место поселения, да, вот, то нам тоже первое, тоже давайте как-то работать с населением, там, приглашать и так далее. Ну, это частная секта. В этом есть какая-то определенная, на самом деле, специфика, потому что, ну, там такое хуторское какое-то оборонительное, оборонительная ситуация, что вот, когда все возникло, они сразу делятся направо-налево и долго придерживаются эти лагерии. У нас так было с соседом слева в первом доме. Он, знаете, у всего, вот, работа с детьми соединения у меня учит теме о динамике, совершенно другой. Ну, все, что у нас учат в институтах, обычно касается представления, ну, как-то все быстро, мы, ну, как, все скорости ощущаем на собственной жизни. Ну, как у нас все бьется, стремится, развивается. Так вот, например, значит, наш, через три года пришел первый раз сосед и что-то принес. До этого мы были в Аркопридону, там, зоопарком, каким-то там местом продажи. У него больше денег. Вот, да, 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 и так далее. Но потом что-то признал, и вдруг что-то так, ну, неохотно, что-то позвонили, тебе даже испугались, что произошло. Ребята, ну, они сами открывают все. Он подошел, типа, говорит, вот, возьмите мы там что-то. Ну, это произошло. Прошло три года, соседа, который прямо здесь, он видел, как, ну, знаете, поверить в это очень сложно. Вот. А с местными, ну, мы пришли к тому, что, ну, что-то суперспециализированного на это ресурсов, эмоций не хватает. Ну, пока, не знаю. Вот. Мы активно говорим, освещаем, и жизнь пока что потихоньку, через детей, через эти, ну, как-то народ пересматривает, пересматривает это отношение. У нас была большая проблема с таксистами. Вот то сообщество, от которого, ну, потому что есть там человек где-то рядом, что-то пишет, ну, будет, ну, как бы, ну, пишет, ну, там, что, ну, пишет нам, вот, мы так таки. Проблема с таксистами. Таксист подъезжает и разворачивает. Ребята, не помогли таксист вызвать. Вообще не так. Они просто подъезжают и говорят, я этого гновы не повезу. К разговору про шоколад. И там еще с шоколадом, знаете, шоколад с начинкой унижения. Вот, на самом деле, когда мы так часто говорим, неважно. Потому что все ощущают очень много про себя, да, такого, не такого и так далее. И это очень сложно. Общество все про это пропитывает. Я этого гновы не повезу. Нам надо было общаться там, в общем, кучу всяких моментов сделать. В итоге, ну, как бы, мы нашли компанию, которая нас возила и так далее. В итоге, каждый из ребят уже есть, собственно, сеть водителей-таксистов. Мы называем их проектирование собственного жизненного клуба, в котором возникает помогающий клуб у каждого. И вообще, я вижу ключевой, на самом деле, задачу, вопрос, кто что. Помочь ребятам сформировать собственное помогающее сообщество. Потому что нет никакой такой жизни, что ребенок живет только в семье. Никакой ребенок никогда не живет только в семье. И суперсоциализации много. Если вы посмотрите по часам, по часам влияния, то, например, школа в нашей жизни имела куда больше места, чем родители. Ну, по факту просто. Никакой, ну, так даже, мы 8 часов там спим, сколько-то едим, по 8 часов в школе. Кто с нами был все это время? Поэтому жизнь человека всегда растворена некоторым образом в сообществе. И в этом смысле, конечно, как раз у ребят сосудов очень часто. Наоборот, да. Но это смещено и в нашем сознании. Потому что когда мы говорим, что я должен передать, а это надо уже постараться вместе с другими сформировать. И тогда это сообщество поддерживает вне зависимости от ослабления или ухода от одного, от другого, от третьего участника. Вот. Потому что я, ну, например, человек, имеющий психологическое влияние, могу сказать, что, ну, там, работая с человеком даже после ухода, можно поддержку оставить в некотором моральном смысле, потому что мама дала, научила. Поэтому был вопрос в другом, чтобы были еще кто-то, с помощью которого они полетели. И, например, все исследования жизни выпускников, когда надо показать, в чем сложность. А многим параметров нет. Вопрос в том, что у того 20 контактов и разнообразных у меня есть водитель, подруга, друг на этот случай, с кем я выгляну, любовница, еще одна любовница. Ну, и там, врач, знакомый, и так далее. Ну, когда читаешь, например, книги, значит, выросших, ну, там, на Западе взрослых людей с инвалидностью, я так и пишу, так, у меня это все, там, вот у тебя есть носки, вот с кем ты живешь, вот этот мир людей, да. И вот это, ну, как говорят, наша, по сути, ключевая, в итоге, задача. Вот у нас таксисты, ну, в итоге, у каждого есть список своих таксистов, которые приезжают, носят, помогают, нет никаких вопросов. Вот, ну, это такой-то локальный, а что решает. Спасибо большое. Вот для чего, так сказать, я пригласил Алексея, в таком смысле, как всегда, и он очень важную функцию, умеет нам всех любые. Вот, он провокатор? Нет, наоборот, как бы, того, как бы, прецедент того, что, возможно, независимо от тех условий, которые у нас сейчас существуют в государстве, да. И в этом смысле, как бы, все-таки Алексей говорит про детей, которые в интернате. Да, и даже с этими ребятами, оказывается, возможно выйти на другую уровень их качества и их жизнь. Почему же тогда с нашими, да, горячо любимыми чадами, с которыми вот большинство родителей очень много лет занимается множеством разных полезностей, и вот они, собственно, в шоколаде. Понятно, что это ребята из интерната не в шоколаде, далеко не так, как вот те ребята, которые, особенно в Москве, у многих из нас здесь существуют и занимаются в куче там всяких кружков, секций, ходят театры и так далее, и так далее. Почему же не создать действительно такую систему, которая бы могла поддерживать их после ухода родителей? В чем причина? Места нет. Как это место? Перекамос. А что? У ребенка не остается квартира? Может не остаться. Так нет, вот так, давайте поговорим о том, как она должна остаться, и что нужно для того, чтобы, так сказать, оставшись в этой квартире, он смог бы в ней жить, может быть с кем-то, получать какую-то, так сказать, амбулаторное сопровождение. Видимо, какой-то куратор, который вы за этим ребятам как-то смотрите. Так вот, да, но вы понимаете, какая ситуация, почему я, вот у меня в этом смысле, это, честно, а... Я, кстати, это место, я думала, если все будут компактно жить, там, каком-то, вот... Так давайте, нет, одно дело компактно, другое дело не компактно. И сейчас я вот Лене передам слово, но я просто хочу сказать, что у меня здесь немножечко, ну и вообще у нас как специалистов, немножечко такое скользкое положение. Почему? Потому что, в принципе, как бы, то, чем мы могли бы вам помочь, это то самое амбулаторное сопровождение. Но мы, по идее, в принципе, не должны входить в ту зону, которая касается прав, скажем, на жилье, прав на собственность ваших детей. То есть это как бы то, что вы должны организовать для того, чтобы они не потеряли это жилье, да, чтобы они смогли там существовать с нанятыми специально, да, для этого службой амбулаторного сопровождения. Если вы не хотите, чтобы это был интернат, то мы, как бы, закрываем историю с государством сейчас. Вот почему я, собственно, с самого начала, как бы, об этом и говорю, потому что, на самом деле, вы сейчас находитесь в помещении тоже, которого не может быть в нашем государстве, да, потому что, вот, наша организация, она приблизительно такая же, как квартал Луи, как бы, она вне, она между, между всеми законами и так далее. То есть никто вообще, в принципе, то есть здесь вообще нет тех законов, которые там. И, как бы, и мы выполняем, в том числе, функции вот сопровождения, ребят, как я говорю, вот, тем, у кого там родителей, да, так сказать, не стало, да, а тем не менее, вот, если бы нас не было, то вот сейчас бы этот человек вообще не мог бы уже существовать, да, как бы, потому что он просто не выдержал бы этой тяжести, да, как там, амбулашу. Лена, да. Я просто хотела реагировать на комментарии, на самом деле, Ваш, по-моему, да, по поводу того, что вот, вот, все хорошо, вот там, вот, в квартале, и потому что там вот есть нянечки, и вот, вот, нужен человек, вот, нужен человек, который будет, возьмет на себя функцию заботы. Ну, смотрите, мы сейчас довольно долго говорили о том, что важные функции, все практически, которые нам нужны, берет на себя сообщество. То есть, на самом деле, фраза выглядит так. Мы сейчас говорим о том, что, на самом деле, самую важную функцию человека, с особенностями развития, в его самостоятельной жизни, берет на себя сообщество. Мы не говорим о том, что самую важную функцию в развитии человека, с особенностями в его взрослой жизни, берет на себя его тьютор. Нет, это сообщество. Именно поэтому там мы, допустим, как специалисты, как люди неравнодушные, как родственники людей с особенностями, мы именно сообществом занимаемся. Если мне сейчас вернуться обратно, там, 12 лет назад, когда я здесь не работала, и мне снова предложат заниматься чем-нибудь в отношении человека с особенностями, я все равно выберу сообщество, потому что я вижу в этом единственный путь. Потому что мне тоже нравятся тьюторы, как отдельная классная опция, но я не вижу в этом никакого выхода для системы, потому что, ну, я, честно говоря, человек с особенностями, и для меня мое сообщество – это мой единственный выход. И я не могу себе представить мою жизнь без поддерживающего сообщества. Поэтому я не представляю жизнь Максима без поддерживающего сообщества. Потому что он первый будет, кто выгонит нафиг этого тьютора. Потому что для него сейчас его друзья, его сообщество гораздо важнее, чем опека, чем контроль и чем поддержка каких-то отдельных вещей. Потому что о чем ты первым подумаешь, когда возникнет какая-то трудность? Ну, вот, допустим, приходит Маруся на занятия и сообщает мне первым делом, что мама пошла к стоматологу. То есть она приходит и сообщает нам всем. Мы только начали занятие, и она всем в начале занятия об этом сообщает. Это говорит о ценности сообщества, что с тем, что с ней, как бы, в ее жизни происходит, там для нее это просто важная фраза стоматолога, вот, она приходит в ее сообщество, и она пытается найти, как бы, материализацию ее переживаний, разделение в ее сообществе. Поэтому тьютор – это здорово, и никто не отказывается ни от тьютора, ни от медицинских услуг, ни от прав, ни от чего. Но все они, возможно, применяются, и все они могут быть костылем, условным костылем, поддерживающим опоры. Только в том случае, если человеку есть, зачем жить, есть с кем жить, есть как жить. И вот, когда мы говорим о качестве жизни, о качестве жизни любого человека с особенностями любез, мы не можем говорить о нем отдельно в рамках его медицинских прав и вне сообщества. Это просто невозможно, и, мне кажется, пора отказаться разговаривать о людях вне их сообщества. Нужно говорить только о том, как нам организовать сообщество таким образом, чтобы оно было требовательным, бережным, чтобы оно было творческим, чтобы оно создавало жизненную искру, чтобы оно вынуждало и инфицировало, и провоцировало человека на его творческий и жизненный поиск, для того, чтобы именно в этом и есть, как бы, качество жизни. Ну да, я бы хотел создать такой центр, где ребята могли бы жить вместе и в то же время прийти к этим. Мне тоже хочется, чтобы все жили вместе, но реальность такова, что нужно сформировать основной тезис, без которого невозможно, мы не можем все собраться и жить вместе, к сожалению. Нет, я не так вырос, не жить вместе. Каждый будет жить в своей квартире. Ну да. Потому что они будут здесь вместе заниматься общим делом, и здесь же будут приходить своим бедными радостями сюда. Есть какие-то проблемы, они могут быть этим. Так это здесь и происходит. Это тот, над чем мы как бы работаем в основном. Это как бы над созданием этого сообщества, потому что... Ну да. Он сейчас, например, сказал, что мама пошла к стоматологу, а мама не будет, он сказал, знаете, а если он попал на стиральную машину, что мне делать? Вот. Ну, сам скажет, а ты звонит туда, ты выйдешь в мастер. Ну, как бы, да. То есть, вообще, тенденция такова, что что с ребятами происходит, они все равно с этим приходят. То есть, что бы мелкое, немелкое, важное, неважное, и все равно это говорит о том, что для них это как бы ценность, огромная ценность. И если они сюда приходят, если они здесь остаются с этим, уже выходя из этих там трудностей, или оставаясь с них, переживая их вместе, они, ну, как бы, их жизнь в этом смысле продолжается. А дальше, как бы, на эту опцию, как бы, сообщество, на этот большой механизм, там дальше уже крепятся совершенно индивидуальные вещи. Но они тоже могут крепиться, там, с помощью коммуникации, один другому в чем-то помог, потом, там, я не знаю, допустим, вот, буквально простой случай. Встречаемся мы все в метро, я случайно пришла на ту же станцию, что ребята, кто-то мне подкинул, там, одного парня, другого, мне, там, Гришу пришлось забрать. Ну, и в итоге мы все вместе идем, как бы, если бы это было казен учреждение, я бы всем сказала, пока, у меня не рабочее время. Вот, но, как бы, одна мама, другой помогает, там, забрать ребенка, это тоже сообщество. Одна, там, возит всех детей по домам, когда позднее время, это тоже сообщество. То есть, как бы, сейчас имеет смысл и о будущем, и о настоящем в любом времени говорить только о сообществе, потому что это, на самом деле, единственная ценность. Ну, то есть, как бы, окей, качество еды, которую я съедаю, тоже очень важно, но гораздо важнее, одинок я или нет. То есть, если я совсем одинок, не важно, что я еду. И это как раз, да, вот, мы возвращаемся к тому, что мы хотим, как модель, да, как некий образ вот этого будущего. То есть, если мы не хотим, действительно, вот этого формального подхода, мы не должны его и декларировать тогда, как формальный, потому что формальный подход вот там, в панели, а неформальный подход в человеческом сообществе. Вот нам в человеческое сообщество и нужно создавать по определенным, естественно, принципам взаимодействия в этом сообществе. Как бы, с одной стороны, вот мы этим здесь занимаемся. Вот сейчас, сегодняшняя наша встреча, которую мы инициировали, как раз попытка сдвинуть родителей вас, да, в другую сферу, когда вы начали думать, действительно, о том, как вы можете, как родительское сообщество, сейчас уже заложить основы того, как ваши дети будут жить дальше. Потому что, действительно, у каждого из ваших детей есть право на собственную, да, то есть на какую-то квартиру или часть квартиры. Часть. Ну, применим, да? А если нет? Мы сейчас о чем, например, хотим говорить? О том, чего нету или о том, чего есть? Нет, вы, если у каждого есть право на собственную... Вы сейчас хотите что... Нет, вы сейчас хотите услышать, наверное, мысль или вы сейчас хотите... Нет, я хочу управлять. Вот, давайте мы сейчас будем говорить о том, чего есть, да, то есть дальше исключить. Исключение из правил, да? То есть есть какая-то ситуация, когда у человека есть что-то. И вы не хотели бы, наверное, как родители, чтобы он их потерял, правильно? То есть вы хотите, да? Родители. Ясное дело. Ольга, согласен, сумеется. Да. То есть, значит, нам нужно озаботиться тем, чтобы, а, юридически у него была такая возможность, правильно? Да? Кто это должен об этом озаботиться? Опевка. Родители. Прежде чем мы говорим, сначала, а потом, естественно, нужно понять про систему опеки, да, там, того, как бы, кто будет дальше защищать права, это, ну, как бы, в вашем ребенке, да. То есть, по крайней мере. Система опеки, вот, Дубль Михайлович, Капс у нас был, да, и я так помню, это помню, про ту многоступенчатую систему защиты прав человека на собственность, которую выставили, например, в Владимире, там она, да, но там другая форма собственности, там совсем не так же вы говорите. Я сейчас говорю о том, что есть прецедент, и это значит, что можно, если задаться целью, создать свой прецедент, не ехать в Пензу, всем сейчас нужно, потому что там хорошо. А там место не для наших, возьму. Ну, нам в зиму хотят сделать. Вот и для себя тоже, что здесь можно делать. Тем более, вы знаете, что в Пензу вам все соседи вообще сойдут с ума. И слава не помню, что хотя бы это, в этом мы согласны. Примерно. Так вот. Не все местные. Я-то тем более, ребята привыкли жить в своей квартире, они не будут жить в своей квартире. Так вот, для того, чтобы они жили в своей квартире, нужно сначала. Сначала нужно понять, чтобы если сообщество было здесь, с поняла, мне противостояние. Так вот, сообщество, да? Значит, сначала нужно понять вот этот вопрос юридический, да, юридический. Дальше. С кем он будет жить? Вот то, о чем сейчас говорила Лена. С кем он будет жить? Где это сообщество? То есть, условно говоря, моего предложения можно, естественно, какие-то другие рассматривать. То есть, если в квартире есть доверие комнаты, то это значит, что в принципе, теоретически, могут жить два человека. Да? То есть, это... Понимаете, ну это, как бы, я не могу об этом... Никто не может вас заставить это сделать. Но вы, если думаете об этом, вы можете об этом подумать. Что если есть две комнаты, то, соответственно, вы можете предположить. И вот, в частности, вот той ситуации, о которой я сегодня целый вечер рассказываю. Я спросил, так сказать, сестру, этому человеку, говорю, а как вы думаете, если вдруг он останется совсем один? Нужно же решать эту проблему. Как вы думаете, можно ли подселить кого-то? Он говорит, я готов об этом думать. Но для того, чтобы подселить, да, кого-то, то нам нужно, опять же, понять юридически, как это должно выглядеть, да? Как это должно выглядеть с точки зрения финансового? Кто на себя берет этот расход? И это все, вот, почему я, опять же, к Алексею... Да, 15, так сказать, 15 способов финансирования. У нас, может быть, даже, вот для этой системы, может быть, еще меньше. Потому что, в принципе, у всех он из пенсии. То есть, если, например, условно говоря, мы объединяем двух человек, у которых есть квартиры, то вот вторую квартиру мы сдаем. И получаем, например, поддержку. Понимаете? То есть, на самом деле, это система, которую нужно просчитать. Не нужно выстроить. Но это должна быть система родителей, которые согласны скинуться, как бы, своими ресурсами. Если других родственников нет, если ребенок, а целая квартира у него, а другие братья сурсовы, как бы, да, очень идеальный вариант для человека есть, у кого-то квартира. Я сейчас говорю вам, я сейчас буду коснений по принципу и образу. Если у человека нет квартиры, то наверняка есть тот, у которого она есть. Если мы их по двое объединяем, то в любом случае остаются какие-то возможности. Те квартиры, которые можно сдать... Ты сейчас в порядке бреда просто, абсолютно отвечаю просто на ваш запрос. Десять человек, у пятерых есть квартиры, у пятерых нет. Те, у кого мы их объединяем, у кого-то трехкомнатные, можем в три комнаты поселить людей. Если там какие-то квартиры сдаются из-за этих оставшихся каких-то площадей, на эти деньги можно нанять одного смотрящего за этими квартирами. И это уже нормальная, более-менее человеческая система, на которую можно... Эта система вообще нет государства. Нет. То есть никакая система госфинансирования социального системы сопровождения здесь не нужна. Да почему не нужна? Это не совместный какой-то проект. Это заритовый вариант. Мы сейчас думаем о том, что мы можем своими силами сделать, как заинтересованные, максимально заинтересованные люди. То есть я максимально заинтересована, чтобы Максинка классно себя чувствовал вместе с Женей на пару, и Сашей, и Васей. И когда им будет там через пять лет, они захотят, допустим, какую-то свою отдельную жизнь. И чтобы вы хорошо себя чувствовали, потому что они в безопасности, и вы в безопасности, и все классно. Мне вас спрашивают, а что мне делать, а ты умрешь? Ну мы регулярно с ним обсуждаем эту тему, для нас это не секрет. Потому что он может перешли сметать отца. И вот, что происходит. И вот, что происходит. И вот, что происходит. Да подожди, а мы придумаем. Не заразу. Так вот, нет, вот давайте думать. Давайте думать. Вы знаете, у нас секрет или нет, что ребята каждый раз приходят и задают один и тот же вопрос, а с кем ты живешь, Лена? Лена, а с кем ты живешь? Я говорю, одна, совсем? Говорю, да. Я живу одна. Понятно. И они задают этот вопрос, там, человек пять, каждое занятие. Каждое занятие. Ну то есть для них это важный, очень интересующий вопрос. И я думаю, что они, как бы, в общем, хотят попасть туда. Как раз эта речь идет именно о том, возвращаясь к вашему вопросу, автономно государство или нет. Да, это, как бы, инициатива такая же, как квартал Луи, которая должна возникнуть, а потом государство, естественно, ее поддержит, если она будет жизнеспособна. И, конечно же, государству необходимо, то есть, а как юридически, это права, да, финансы, это пенсия, которая тоже, может быть, вкладывается, это государство дает. И это, как бы, вопрос только, куда мы ее тратим, да? И, как бы, все те самые льготы, там, я не знаю, досуг и так далее, это все, как бы, никуда не уходит. Просто речь сейчас идет о том, где вот эта самостоятельность и возможность жить, как бы, ребятам отдельно от родителей. И насколько родители могут и захотят это позволить. У нас есть, например, родители, которые говорят, вот у нас есть, там, квартира, куда бы мы могли отселиться в нашу прекрасную дочь. Да, но как и... Она согласна? Она хочет этого... Конечно, хочет, но одну... Нет, ну, мы от разных ситуаций. Ну, а друг ее очень рискованно. Соответственно, как бы, возникает вопрос, с кем? И как они там будут? Да, и, как бы, кто увидел? Если эта ситуация внутри нашей организации, то понятно, да, что они приходят сюда, там, пять дней в неделю, да, и, как бы, и мы так или иначе, так сказать, их занятость обеспечены, и так далее, да. Но все равно вот это вот курирование того, что происходит там, и где там юридические основания, по каким причинам, да, кто-то еще туда вклинивается, как куратор, там, да? Никаких, я думаю. Нет, почему? Она здесь способна. Может быть, это повара. Она здесь способна уже. Где? Ну, да, но... И что? Нет. Тут вопрос договоров, который можно заключить наверняка, как бы, да, то есть, опять же, нужно проработать юридическое основание такой модели. И посмотреть, как это может быть. И дальше. Чем больше вот таких сегментов, да, таких квартир, условно говоря, да, тем меньшее количество финансов нужно затрачивать, например, на одного сотрудника сопровождения, да. Но они же разрозненные. Они же по всей Москве. Да. Они разрозненные. Они же компактны. Поэтому расход будет не такой, как если в квартале Луния будет. Если мы говорим там все-таки о наших ребятах, которые достаточно самостоятельные, да, то, естественно, сопровождение должно быть амбулаторным, да, то есть не стационарным, то есть не круглосуточно. А, естественно, как бы... Амбулаторный — это как? Сейчас классификации методов. Ну, это я сейчас как бы использую немецкий термин, да, когда речь идет о том, что... Вот немец очень хорошо, как бы, сказали. Вот когда есть сопровождение через ночь, это стационарным. А когда только в течение дня, то есть это... Нет, но у нас другая классификация. Я поэтому не спрашиваю. Как бы тут же мне не просто задают вопрос. Нет, про чем классификация? Сейчас мы и говорим о полетенцах. Я не знаю, что вы понимаете. Да, но опять же, здесь могут быть разные контакты. То есть это может быть каждый день, а может, то есть, и скорее всего, это, ну, как бы, поначалу это не должно... Ну, тут надо смотреть. В зависимости от ребят. В зависимости от ребят. А что нужно каждый день, кому-то раз в три дня. Или каждый день, или раз в неделю, раз в три дня и так далее. Но это вопрос... Ну, когда возникнет проблема, на самом деле. Вопрос потребность, да. И вопрос выстроенности этой системы. Вопрос запроса родителей. Нет, вот сейчас пока еще, слава богу, есть. Поэтому мы сейчас обращаемся к вам. Потому что ситуация, на самом деле, понимаете, ситуация, вот как логится с чем-то в родном. Внезапно, раз, и все, и нет зубров. Да, как бы, и такая ситуация с каждым может произойти. У нас просто... Я почему еще сказал это, потому что я вижу, что по нашим старшим ребятам, которые к нам каждый день приходят, вот сейчас, чем дальше, тем больше ребят могут находиться в этой критической ситуации. То есть, вот, не ловим час, как бы, и раз, они остаются один. И что? И что? Как они будут выживать в одиночестве, понимаете? Поэтому, как бы, а родители, когда уже там, уже ближе, там уже вообще шевелиться очень трудно. И, как бы, понимать, что что-то. Поэтому мы, как бы, обращаемся к вам, поскольку вы активные, молодые, как бы, и могущие еще что-то сделать для своих ребят. И это, как бы, это серьезно. Потому что, я говорю, мы, ну, поскольку я уже почти 30 лет в этой теме, я видел множество этих случаев. Когда уже поздно. Уже поздно. А можно сделать было очень много. Да, и, знаете-ка, я понимаю, что мамы, конечно, и очень много читают об этом, и общаются в сети по этому поводу, и смотрят чей-то опыт и так далее. И вот из того, что я понимаю из этого общения, все равно вот это понимание того, как это может быть, что все-таки надо для этого сделать, оно очень размыт. Оно носит очень частный внутренний характер и видение только своего ребенка, его проблем. Просто для того, чтобы сейчас не размывать некоторые вещи, мне бы хотелось, может быть, обратить внимание на опыт большого города и на тот опыт, на который родители пошли для того, чтобы развивать и сохранить это сообщество и уйти вот от тех рисков, которые очень актуальны, о которых сейчас сказал Лена. То, что история про квартиры, разбросанные по всей Москве в отсутствие системы социальной помощи, ориентированной на какую-то друговременную поддержку на дому, что у нас называют условиями на дому, ограниченные стандарты к этой услуге, то есть это не дает нам возможности опираться на районные так называемые службы социального обслуживания. Эта задача будет некое НКО, ваше, например, НКО, которое, конечно, будет предоставлять социальные услуги. Монент разрыва географии, он настолько увеличивает затратность этой истории, это раз. Во-вторых, поскольку нет еще стандарта, который бы вам хотелось иметь в виду, исходя из своих представлений о том, какого содержания должна быть услуга, даже если вы стоите с точками социальных услуг, кормить компенсации за те услуги, которые вы будете предоставлять в разных точках Москвы ребятам своего сообщества, он будет настолько минимальным, что для вас тоже будет еще одна очень серьезная затратная история, связанная с компенсацией по зарплате и так далее. И в Санкт-Петербург вы сочетали наверняка об этом опыте, когда Маргарита Урмачиева, она просто бам-бам пошла, они договорились с очень крупным инвестором строительным, который застраивает современные такие большие модули в Санкт-Петербурге, для дома, такие кварталы. И он среди этого модуля построил дом по согласованному вместе с родителями, с ребятами, согласованному по такому архитектурному проекту. Что сделали родители в этой истории? Родители все продали свои квартиры, купили квартиры в близлежащих домах, потому что они все из разных районов Санкт-Петербурга. Почему я вам об этом рассказываю? Не для того, чтобы вы сделали то же самое, для того, чтобы вы для себя определили ту позицию, о которой очень хорошо сказала Алеша. Все, что сейчас предлагает Андрей к размышлению, возможно строить, придумывать, дорабатывать, предлагать и так далее, на доверие. Для того, чтобы построить сообщество, в котором будет комфортно вашим детям после вашей жизни, в котором они будут жить достойно, может быть будут ездить на какой-то там такой-то отдых, там море, как они привыкли, они будут ходить на работу, заниматься своим творчеством, жить в понятной и привычной им установке и так далее. Вот для того, чтобы это все выстроить, вы должны выстроить прежде всего между собой очень серьезный уровень доверия. В противном случае ничего не получится, потому что все это будет требовать шагов, которые предполагают это доверие. Продать квартиру, положить деньги на счет того же какой-нибудь эндамент фонда, который будет работать на будущее ваших детей. У кого-то, например, есть такая возможность. Соединить две квартиры в одну. Выбрать наблюдательный совет организации из родителей, родители должны присутствовать. Если вы делаете такой шаг доверия, на какие-то совместные действия, на соединение капитала, ресурса, вашего человеческого участия и так далее, вы должны выработать все границы возможностей доверия. В противном случае это год бесконечной мечты на том, как кто-то вам что-то почему-то должен будет сделать. Здесь очень многое зависит от вас самих. Это безусловная история. И тогда будут возникать схемы и финансовые, и организационные, и собственно содержание услуг, и привлечение государства в той или иной степени, и так далее, и так далее. И участие самих ребят будет там, и прочее, и прочее. И в этом смысле, то, что я предлагаю, я как раз предлагаю именно родителям, потому что мы, я говорю, это даже неэтично нам разговаривать сейчас об этом. Потому что это ваша зона прав, ваша зона ответственности, и это ваши финансы. Мы туда не имеем права даже заглядывать. Да, то есть это вы должны сами понять, что вы можете и что вы хотите, исходя из ваших личных возможностей, исходя из возможностей сообщества родительского. Надо сказать, что, честно говоря, мы вот уже несколько лет бьемся над родительским сообществом, благодаря, например, нашей программе «Школа родительского мастерства». И мы все-таки надеемся, что когда-нибудь это родительское сообщество возникнет и будет действительно достаточно осознанным для того, чтобы решать такие проблемы. Потому что это не нам нужно, это нужно вам и вашим детям. И поэтому то, что мы вкладываем в ту же самую программу «Школа родительского мастерства», это, опять же, не нам нужно, это мы готовы вам дать. А получается, что очень часто родители даже говорят «Да, знаешь, мне это нужно как бы, я сам СУСАП». Я соглашусь на самом деле, потому что нам это тоже нужно. Но какого беще бы ты тут был, если бы тебе это было не нужно? Ну, безусловно, Василий, мы там заинтересовались. Как тебе сказать, я заинтересован в другом. Я в другом заинтересован. Я заинтересован в творчестве. Но просто я понимаю, что творчеством заниматься с нашими ребятами без поддержки родителей я не могу. Поэтому косвенно я заинтересован. Но не специально как бы заставлять людей любить поэзию, потому что, ну, как бы, это невозможно. То есть я предоставляю услуги в этом смысле. Как бы хотите, пожалуйста, вот они. Нет, здесь должна быть история партнерства. Здесь речь все-таки не только об услуге. Да, так вот сейчас я и говорю, что вот эту часть, в которую мы не можем туда заглядывать, но мы как партнеры, как специалисты, готовы подумать над вот этой программой сопровождения, что необходимо для того, чтобы ребята вот в этой ситуации были максимально защищены, максимально обеспечены. То есть какой функционал должен быть у того человека, который будет это обеспечивать. Какое количество таких вот точек по разным районам? Понимаете, когда мы говорим абстрактно, или то, что ты сейчас сказал, что вот разбросано по всему городу. Абстрактно кажется, что да. А когда мы начинаем смотреть конкретно, то оказывается, вот здесь люди вроде как вместе живут, там здесь как вместе, ну близко, да. И в принципе можно уже даже смотреть, у нас, потому что к нам ездят со всей Москвы, да, с разных, они же ездят. И с области. И с области, да. То есть как бы, и в этом смысле все равно, ситуация-то как бы, она такова, какова она есть. И почему нельзя вот в этих маленьких, да, локальных местах пытаться что-то сделать? Пытаться. Надо начать, тогда после того, как мы начнем, мы поймем, чего не хватает, где нам нужно поменять эту ситуацию и так далее. Но под лежачий камень вода не течет. И поэтому как бы, я считаю, что вот в принципе эта модель, она вполне уже может быть жизнеспособной. Я говорю, потому что просто вот она, вот на поверхности у нас сейчас оказалась в контексте наших взрослых ребят. То, что вот они оказываются, сейчас вот один оказался без мамы, и сейчас следующий, второй, третий, пятый, десятый, и все. И как бы, и что? Ну, собственно, бывает, хорошо, когда у ребенка есть отдельная квартира. А если нет отдельной квартиры, то есть там и братья, и сестры, которые не дают своей части, они же скажут, мол, или там будет жить, а как ребенок, а не, который с какого-то. Ну, на самом деле, это вопрос, который, потому что у многих стояли. Значит, у меня задается этот вопрос, значит, надо сесть все вместе. У всех разные, у всех разные условия. А надо все вместе сесть и продумывать. Вот понимаете, наверняка есть кто-то, у кого есть квартира. И для него это не вопрос. Вот очень важно, чтобы тот, у кого есть квартира, был настолько же, как бы, заинтересован в решении проблем тех, у кого этой квартиры нет. Потому что вот надо сесть и понять, ребята, вот там одна мама говорит, «У нас, в принципе, с отцом, там, с родином нас, вот есть двухкомнатная квартира, которую, возможно, мы готовы были бы, но мы должны быть уверены, а, в том, что это будет работать на достойную жизнь нашего ребенка, что на это никто не покусится, там, и так далее, и так далее. Другая мама говорит, «Знаете, у меня ничего нет. Вот я живу в двухкомнатной квартире, у меня трое детей, и вот один из тех, и я понимаю, что двое других им заниматься, наверное, не будут, они не потянут». Вот для нашего сообщества очень важно придумать и сказать, «Ребят, ну хорошо, значит, мы должны включить те самые 15 пунктов, или 18, или 10, начать собирать средства для того, чтобы покупать какую-то квартиру, которая будет оформлена на наше сообщество, НКО, где мы будем знать, что мы в эту квартиру, вот Петю, Катю, там, и Алешу уже точно заберем, а потом будем дальше развиваться и понимать, что это будет… Понимаете? Вот очень важно, чтобы вы, чтобы вы не просто были мамами Пети, Кати и Васи, чтобы вы были мамами некого родительского сообщества, которые вместе решают проблему детей, потому что в одиночку каждый из вас, независимо от того, каким большим или малым ресурсом вы обладаете, вы это не решите. Вы можете это решить только с помощью учреждения государственного презрения нашего, так называемого, психоэнергологических интернетов. Альтернативу можно создать только вместе. И, собственно, да, и вот то, о чем сейчас Марьяна сказала, это то, что, как бы, позвонил, да, говорила Лена про сообщество, да, то есть вне сообщества мы невозможно, мы не можем. Поэтому, действительно, когда мы задаем такой вопрос, ну, а как, вот у меня там двое детей, трое детей, ну, как же, они же не отдадут. Так, я один, напомню, решили эту проблему. И если я это понимаю, то я иду к другому и говорю, давай мы вместе будем думать над нашими проблемами. Понимаете? Точнее, даже не просто над нашими, а на проблеме наших детей. А когда говорят, ну, а вот у меня же там, вот там, сестра или брат, может быть, они возьмут на себе там, на банку. Может, возьмут, но будет ли хорошо это им обоим? Это большой вопрос. Это большой вопрос. И, опять же, я на своем большом опыте могу сказать, что это очень часто не происходит. И даже если это происходит, даже если человек там пытается свою судьбу как бы перекорежить, я имею в виду, там, брат или сестра, человек с особенностями, вот он от всего отказывается, сейчас я вот как бы грудью на амбразуру, он ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Потому что это не его карма, извините за выражение. Это не его судьба, как бы, в прямом смысле. Потому что это не он воспитывал, как бы, своего брата или сестру. Потому что брат или сестра, они, это, как бы, это ситуация семейной системы, если уж мы говорим, как бы, там, психологических каких-то, да, и там вообще генеалогических проблем. Он просто должен стать близким к родным сообществам. Да, он близкий, но он не может взять функцию тьютера, там, сиделки и так далее на себя. Потому что это не его функция. Да, он вообще-то, по сути, равен. То есть даже если он старший, или он младший этот брат или сестра, он не имеет никакого внутреннего права психологического это делать. Это, я как сиблинг человека с особенностями могу с уверенностью об этом сказать. То есть в какой-то момент возникают разные мысли на тему того, как это будет происходить, какова доля моего личного участия. Но я точно могу сказать, что без сообщества я отказываюсь с этим вообще иметь дело. То есть вне системы равных, потому что я не родитель своей сестре, и я не могу выбрать за нее, и я не на совершенно другие отношения. Я разрушаю все, когда я пытаюсь быть в позиции силы. И это я тоже уже проверила. Я могу защитить, но и она может меня защитить. И в этом смысле это равенство. И мы можем пользоваться как бы друг другом, в хорошем смысле слова, пользоваться, только если мы в ситуации равных, если мы в равном сообществе. И я точно знаю, что вот она ходит сюда. И когда мы в общем творческом процессе, я испытываю на себе это равенство. И я могу сказать, что это то, чего бы мне хотелось дальше. То есть я ни при каких своих силах, условиях, просто не должна быть в другой позиции. Я хочу и должна остаться только в позиции равенства со своей сестрой. Поэтому как будет складываться ее будущее, это вопрос. Но, конечно же, он будет решаться и с ее позиции, и с моей позиции. Это будет как бы все смешано и 150 раз просеяно. Но этот вопрос не будет решаться с чьим-то одним ресурсом. Я только как бы рассчитываю на поддерживающее сообщество в этом смысле. Хорошо. Мне кажется, вы достаточно много наговорили. Вот давайте, может быть, если кто-то еще наговорил, что вы хотите досказать вслед. Да, какую-то, чего-то, может быть, мы упустили, или, наоборот, ваша как бы рефлексия от сегодняшнего мозгового штука. Я понимаю, что когда в доме 11 человек, это классно, это сообщество. А когда в квартире двое-трое, несовпадение какое-то произойдет. Они купили квартиры в Питере. Они поселились все рядом. И такие, вот он такой, домой в койку. Нет, нет, нет. А, вот. Рядом живут водители. Вот. И родители на районе. Да, да, да. Все, вот. Смысл вообще, не у нас смысла. Нет, нет, нет. Я просто вам привожу. А вы такие там... Я сейчас курят, мы просто... Да, просто некоторые короткие фенеры приведут из жизни и работы с Богом в этом Богом. Потому что те проекты, которые мы делали вместе, международные, мы сопровождаемые поживания, там делались квартиры, сопровождаемые поживания, учебные, так называемые. Это сейчас такое отделение, оно работает по-прежнему. И задача этой квартиры была в том, чтобы ребята, студенты, проживали там до трех, четырех месяцев, не меньше. Там, в одной комнате жили два молодых людей, другой, две девушки, была общая гостиная, кухня. Они каждый день ездили на работу, не ездили на профессиональные мастерские, сейчас уже есть и театр и прочее, прочее. Это по поводу того, как совпадают, не совпадают. Это процесс. А для наших ребят чрезвычайно влажный, для основной массы. Как они уживаются, кто с кем уживается. И вот там уже на протяжении трех или там как минимум курсов, по три-четыре месяца ребята проживали на протяжении 100 лет. И вот они сегодня, там уже три года существуют квартиры, которые, собственно, являются местом проживания непосредственно. Это уже неучительная квартира. И там ребята живут в таких сочетаниях, которые психологически уже прошли как бы свою историю, которые состоялись, и они, словно, хорошо там будут чувствовать, понимают, помогают, там, и так далее, и дружную прочую. Теперь по поводу того, как в жизни все происходит. Я думаю, что многие из вас знают историю Оли Чугу. Это такая взрослая женщина, она расти с моим сыном, значит, где-то 39 лет Ольги уже. Эта дочь очень известна такого человека, свидетелька Ольги Горьевны Астаховой, которая в свое время начинала в Санкт-Петербурге, великие независимые жизни и прочее, и прочее. Но она была очень взрослым человеком, она родила Олю поздно, и как бы к 70 годам она просто продала квартиру в Санкт-Петербурге, она поминала, что она ничего не успевает. А мы в это время уже запустили программу «Спровождаемое проживание», и она просто приехала в Псков, потому что она человек нашего круга, коллега наша нам доверила Олю, и сказала, «Ребята, если что-то со мной будет, я вам доверяю». Они прожили вместе года четыре, и Оля даже какой-то год ухаживала немного за маму, помогала ей. У Оли, я бы сказала себе, да, но она оговорящий человек, и пишущий, даже читающий. Ольга живет уже четыре года в текомной квартире одной, после ухода Маклова, и у нее есть человек, который курирует ее на дому, бывает там активы два раза в неделю, на час на полтора, они составляют вместе некий рабочий график жизни и дома, в связи с гигиерой, потому что у них у нас диколитие альта, она это признает, мы поэтому полду с ней хихикаем, мы потом начинаем работать, вот, потом они обсуждают, почему Ольга чередой раз не пошла на работу, Ольга считает, говорит, что на работу он накопил. Поэтому магазин, наверное, был логопедель. С логопедель. Мы сентября варим с котлей, единственное, что мы поняли, идею сообщества, это необходимость, это необходимость и то, что инициативу должны взять мы, а не кто-то другой. Бесполезно ждать этого от государства, мы даем посыл и нам будет отвечать. Мы согласны тем, что нужно идти в этот направл. В другом просто. Бессмысленно. Пожалуйста. Спасибо. Я солидарна, потому что я сам и думаю. Я была большинство времени на сухой сундук и я вижу, как ребята, которые проводят очень большое время и как они развиваются, как они живут и как они счастливы в большинстве времени, потому что они видят, что они нужны, что их ждут, что они интересны этому обществу. Те, кто сидят побольше или дома, ну совершенно по-другому выглядят, ну образно говоря, чувствуют себя по-другому. Поэтому, да, общество действительно помогает. И необходим. Неким образом, да, таких особенных людей. Поэтому, да, общество действительно сможет помочь. Спасибо. Я, в общем, очень много сейчас задумала про это все. Если вдаваться очень сильно в детали и ждать чего-то от государства, то у нас, в общем, ничего не получится. Очень хорошо сказали Алексею, что они ехали, у них появилась эта идея, они взяли и все. Пока мы будем настолько мелко уходить в детали, мы, в общем, забудем про саму ту цель. И пока будем собирать по ниточке это все, в итоге выйдет что-нибудь другое. Просто надо поставить цель и сделать. Даже не то, что сделать, попробовать. Просто попробовать. Я пока еще очень в разуме, вот по поводу вот этого. Ну правильно, да, на второго цвета я буду очень много думать. Спасибо. Ну, честно говоря, то, что Вы подтверждали, действительно очень интересно. Поскольку у меня у мужа брат имеет расстройство атеистического спектра. И действительно, поскольку свекровью, ну не нужно особо, он сидит дома, он никому не мешает. Я пыталась что-то там, но зачем, а кто ему туда повезет, а чего надо, вот он здесь, здесь. Мой муж куда-то ездит на концерты. Но, к сожалению, мы все работаем, нам некогда этим заниматься абсолютно, поспать-то некогда. Вот даже идея сопровождающего проживания было бы интересно, поскольку, видите, он абсолютно адаптирован. И почему бы вот он мог бы кому-то помочь другому? Он спокойно? Вот для Вас то, о чем сегодня говорилось. Насколько это понятно, непонятно, близко, не близко. Вот как-то, да. Вот дайте просто обратную связь. Пожалуйста. Ну, мы сейчас, наверное, будем представить со стороны, скажем так, насколько мы пришли с другого направления, в регистратуру. Поэтому мы дадим, наверное… С какого? Я дадим. Логопедия. 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 Поэтому мы с сентября… Да. Мы с сентября варимся, скажем так, в этом котле. Единственное, что мы поняли, идею сообщества – это необходимо. И то, что инициативу должны взять мы, а не кто-то другой. Бесполезно ждать этого от государства. Мы даем посыл, и нам будут отвечать. Мы согласны тем, что нужно идти в этом направлении. В другом – просто. Бессмысленно. Покажите смысл. Спасибо. Логопедия. Я солидарна, потому что то же самое. Думаю, мы… Я была большинство времени в Москве сундук, и я вижу как ребята, которые проводят очень больше времени, и как они развиваются, как они живут, и как они счастливы в большинство времени, потому что они видят, что они нужны, что их ждут, что они интересны этому обществу. Те, кто сидят по большей мере дома, совершенно по-другому выглядят, ну, образно говоря, чувствуют себя по-другому. Поэтому общество действительно помогает лечить неким образом каких-то особенных людей. Поэтому общество действительно сможет помочь только мы. в том числе. Спасибо. Я очень много сейчас думала про это все. Если вдаваться очень сильно в детали и ждать чего-то от государства, то у нас, в общем, ничего не получится. Мы очень хорошо сказали, что они вехали, у них появилась эта идея, они взяли зону. Пока мы будем настолько мелко уходить в детали, мы, в общем, забудем про саму ту цель. И пока будем собирать по ниточке, это все, в итоге выйдет что-нибудь другое. Просто надо поставить цель и сделать ее. Даже не то, что сделать, попробовать. Просто попробовать. Я пока еще очень не раздумна по поводу того. Я сейчас буду очень много думать. Спасибо. Ну, честно говоря, то, что вас пришли, действительно очень интересно, поскольку у меня мужа, брат, имеет расстройство статистических аспектов. И действительно, поскольку свековье, ну, не нужно особо, он сидит дома, он коммунистит, он не работает, он не не мешает. Я пыталась что-то там, но зачем? А кто его туда поведет? А чего надо? Вот он здесь, здесь. Мы муж куда-то ездить на концерты, но, к сожалению, мы все работаем, нам некогда этим заниматься абсолютно, спать-то некогда. Даже идея сопровождающего проживания будет интересна, поскольку ведь он абсолютно адаптирован, и почему бы вот он мог бы кому-то помочь другому. Да, он мог бы приготовить еду спокойно, мусор выкинуть, там помочь кому-то. Тот же самый человек с инвалидностью мог помочь другому человеку с инвалидом. Или взаимодействие друг с другом. То есть это действительно интересная идея, но, к сожалению, самая первая проблема – это то, что стоит в семье. Если вы хотите, можно попробовать. Если у вас нет желания, то у вас с датой и с местными здесь. Почему он действительно… Да, у нас тоже уже пятый час, к сожалению, с моей стороны там никто не заинтересован. Инвалиды если хотят оформлять, зачем нам это надо, все эти бумажки. У него нет даже образования, аттеста. То есть он даже не закончил. Он считает, он пишет, но, к сожалению, никто не заниматься некогда. Катастрофа. Это семья. Это обычно очень странно. Он учился в школе, его там забили. И, соответственно, братья его пытались, три брата, они пытались его защищать, но, к сожалению, общество не принимает таких детей. И решил просто вообще будет там сидеть. Он идёт, гуляет, вот этот планшет, компьютер он читает. Но, если вы хотите, попробуйте сделать шаг. Всё зависит только от вас. Я, что я могу сказать, я пришла со своими юными коллегами, я полностью соментарно. И мы медленно двигаемся к тому, что у нас, в нашей стране, должны быть, конечно, специалисты, которые будут сопровождать и помогать жить взрослым людям с ментальным жизнью. Помогать им жить, и не взрослым. То есть вы как раз та команда, которая здесь. Да. Мы та команда, которая так. Да. И мы пробуем, и мы ищем сейчас какой-то должен быть специалист, поскольку у нас их не готовят. И я бы хотела сказать следующее, да, вот мы говорим сейчас, что такое взрослый человек с ментальным жизнью. Он нуждается в сопровождении. Но это сопровождение должно быть взрослого человека. Это не ребёнок. И если мы его даже шнуруем в отеле, мы должны обнать, что мы шнуруем в отеле взрослому человеку. Мы не опекаем его. Мы помогаем ему. Это помощь. Но он не более того. И вот это есть проблема, которая нам мешает видеть, что человек, который не может что-то делать, что он взрослый, что он не ребёнок без помощи. То есть вот эта взрослость – это, конечно, та проблема, которая у нас не обсуждается в обществе. И ещё, конечно, самая большая проблема – это достоинство и генетичность этого человека. Мы забываем о его генетичности. А генетичность – это потому, что мы тоже генетичность этого человека. И, наверное, в этом есть какая-то наша задача. То есть менять себя точно. Если мы себя не меняем, мы ничего не настроим, ничего не сделаем. Мы хотим, чтобы для нас что-то сделать. Так не бывает. Не бывает. Мы должны делать шаг. Спасибо большое. Сегодняшний круглый стол, на самом деле, это первый круглый стол на эту тему, потому что мы на разные темы собираемся здесь. У нас 25 числа будет беседа о психофромакологии, вообще о том, как нужны таблетки и не нужны таблетки. В каких случаях нужны, так и не нужны. Да, это другое дело совсем. Сейчас вот этот круглый стол именно начинает эту тему, как нам хотелось бы. Он предваряет такой большой круглый стол, который мы планируем сделать где-то в октябре, да? Ну, осенью, да, сентябрь, да. Примерно в октябре. Приглашайте меня. Конечно. Я вот сейчас вас приглашаю, но я хотел бы, чтобы вы, может быть, даже дали какие-то свои предложения. Потому что это будет уже не круглый стол, вот такой между собой. Мы делаем уследование. Да. Мы делаем уследование. Чтобы мы сделали его более представительным, более разнообразным и серьезным, и более проголдительным, естественно, да? Но чтобы уже, я надеюсь, у нас появилась бы какая-то группа родителей, которая бы сделала какой-то первый шаг вот в направлении хотя бы осмысления того, что можно было бы сделать. То есть просчета, например, рисков, просчета каких-то вот возможностей юридических, финансовых и так далее. Что необходимо. Потому что есть прецеденты, да? Есть кварталы ИИ, есть ЦЛП, Псков, там есть Кац, Вадим и так далее. Есть некоторый наработанный опыт. Его нужно проанализировать осмысленно и сделать свою модель, пусть пока виртуальную, но модель того, как можно было бы двигаться в этом направлении в наших условиях. Мы должны изменить, вот то, о чем сейчас Дамар Николаев сказал, изменить себя, на самом деле изменить и вокруг себя что-то. Своё отношение к этому. Своё отношение сначала начать вот это вот, как бы эту, взрывать почву, да? Которую без нас никто не сделал. Спасибо вам большое за... Спасибо большое за.. Спасибо большое за вашу...